У меня есть для вас новость. Крысы боятся щекотки. Ну, я думал, это новость. В любом случае у них есть так называемый центр смеха в среднем мозге, и он активизируется, когда кто-то щекочет животных или когда они занимаются чем-то веселым. Ученые обнаружили это в 2016 году, пощекотав грызунов за животики и послушав их визгливое хихиканье. Калибри — единственные известные нам птицы, которые могут летать задом наперед. В основном они делают это, когда хотят отлететь от цветов. А вот животное, которое не может двигаться назад — кенгуру. Они могут прыгать и преодолевать огромные расстояния, но строение их сильных задних лап и больших хвостов не позволяет им ходить задом наперед. Нарвалы — это странные существа, похожие на морских единорогов. Этот рог на их голове не бивень, а гигантский зуб, который торчит из верхней губы самцов-нарвалов. Зуб, вероятно, является одним из инструментов, играющих роль в привлечении самок. Фламинго на самом деле не розовые. Они рождаются серыми, но на протяжении всей жизни едят много водорослей и других продуктов, содержащих красно-оранжевый пигмент, который мы знаем как бета-каротин. Этот пигмент расщепляется и попадает в их кожу и перья, что и делает их розовыми. Но чтобы оставаться такими, им нужно есть много пищи с бета-каротином. Если бы мы захотели изменить цвет кожи, то не смогли бы съесть достаточно пищи, богатой этим пигментом, чтобы действительно стать розовыми или оранжевыми. Ленивцы очень медлительны. Все шутки и мемы о них правда. Но при этом они очень умелые пловцы. В воде они передвигаются в 3-4 раза быстрее, чем на суше. Они умеют плавать брасом, как и люди. И это очень важный навык для них, потому что они тропические животные, которые в основном живут в джунглях. А эти места часто затапливаются. Тигры самые крупные представители семейства кошачьих. Да, даже больше, чем львы. И ни у одного тигра нет одинаковых полос. На самом деле их шерсть – это камуфляж. Он пригодится им, когда нужно будет найти место, где их не увидит добыча. Интересно, что полосатая у них не только шерсть, но и кожа. Их полоски также уникальны, как наши отпечатки пальцев. Несмотря на то, что утконосы выглядят довольно забавно и невинно, не стоит их беспокоить. Эти дикие животные – одни из немногих видов млекопитающих, которые могут вас отравить. На кончиках задних лап у них есть шпоры, которые могут выделять яд. Он не настолько силен, чтобы представлять угрозу для жизни. Но укус все равно может быть очень болезненным и вызвать отек. Когда божьей коровке нужно защититься от потенциальных хищников, у нее из коленей начинает идти кровь. Только не настоящая кровь, а химическое вещество, которое плохо пахнет и, следовательно, отпугивает хищников. У этих существ есть еще один механизм, который помогает им выжить в суровом животном мире. Их специфическая окраска. Хищники не очень любят сочетание ярких цветов, потому что знают, что животные и насекомые, окрашенные таким образом, могут быть ужасны на вкус. Петухи могут сильно шуметь по утрам, но они не глохнут от собственного кукареканья, потому что даже не слышат его. Их безопасность обеспечивают специальные встроенные шумозащитные заглушки. У кур есть такая же система, которая снижает риск потери слуха. Они не только обладают такой защитой, но и способны всего за пару дней восстановить волосковые клетки улитки, если они повреждены. У сов нет глазных яблок. У них есть нечто больше похожее на глазные трубки, и они не могут двигать ими вперед-назад, как это делаем мы с нашими глазными яблоками, поэтому у этих птиц невероятно гибкие шеи. Они способны поворачивать голову на 270 градусов. Для сравнения человек может только на 180. Именно поэтому в голове, у сов есть особая система кровеносных сосудов. Она доставляет кровь к мозгу, если птица слишком быстро поворачивает голову и нарушает кровообращение. Просто продолжай плыть. Возможно, вы помните, как Дори повторяла эту фразу в мультфильме «В поисках Немо». Дори не была акулой, но это послание некоторые виды акул должны воспринимать буквально. Акулам мако, белым акулам, китовым акулам и некоторым другим видам необходимо продолжать плавать, иначе они перестанут дышать. Мы используем легкие для дыхания, а некоторые акулы используют метод букального насоса. Они плавают с открытым ртом и таким образом пропускают воду через жабры, извлекая кислород. Самое опасное животное на нашей планете – это не медведь, не акула и не зубастый тигр. Это нечто гораздо меньшее – комар. Он не только чрезвычайно раздражает, но и переносит серьезные заболевания, такие как желтая лихорадка, малярия или лихорадка Денге. Ежегодно сотни тысяч людей проигрывают в борьбе с этими болезнями. Кроме того, комары превосходят по численности всех остальных существ на земном шаре, за исключением термитов и муравьев. Гризли – невероятно сильные животные, их удары достаточно мощны, чтобы раздавить шар для боулинга. Вот почему вы не увидите их в боулинге. Несмотря на это, едят они мало. Гризли достаточно сильны, чтобы перекусить всем, что попадется им на пути, включая бизона, лоси или лосиху. Но при этом они любят полакомиться фруктами, орехами, ягодами или даже маленькой несчастной мышкой, которая заблудилась и попала в пасть хищника. Тайпан обыкновенный – самая ядовитая змея на планете. Его также называют западным тайпаном. Он обитает в Австралии. Всего один укус содержит достаточно яда, чтобы оказаться смертельным как минимум для сотни взрослых людей. А еще яд может подействовать всего за полчаса, если сразу нечем обработать укус. Говорят, что эти змеи в основном пугливые и занимаются своими делами. Но, как и другие животные, они могут напасть, если почувствуют угрозу. Есть вид черепах, которые могут месяцами жить подо льдом, дыша через заднюю часть тела. Когда становится холоднее, некоторые животные не могут найти безопасное место для проживания. Поэтому им приходится выживать в суровых зимних условиях, где бы они ни находились. Если пчелы уютно, устраиваются в дуплах, а медведи спят в пещерах, то расписные черепахи остаются в замерзших прудах. Поскольку лед ограничивает доступ к воздуху, они добывают кислород прямо из воды и дышат через задний проход. Да, это было бы удобно. Хорошо известно, что вороны – невероятно умные животные. Они прекрасно решают проблемы и, похоже, обладают впечатляющим социальным интеллектом. Они очень хорошо чувствуют себя и эмоции своих товарищей. Если один ворон в группе настроен пессимистично, это, скорее всего, приведет к тому, что и остальные тоже будут подавлены. Это жестоко. Когда вороны видят птицу, которой не нравится определенная пища, и она ярко это демонстрирует, они теряют интерес и к своей собственной еде. Креветка-пистолет – одно из самых громких животных в мире, хотя она совсем крошечная. Всего около двух сантиметров в длину. Когда она чувствует приближение пищи, то открывает свою огромную клешню, длина которой может достигать половины длины ее тела и впускает внутрь немного воды. Затем она очень быстро захлопывает клешню, выбрасывая сильную струю пузырьков. Эти пузырьки могут оглушить или даже прикончить добычу, которую креветка пытается поймать. А когда пузырьки лопаются, раздается треск, более громкий, чем можно было бы ожидать. Он достигает 210 децибел. Крокодилы оказались еще страшнее, чем мы думали, потому что многие из них могут галлопировать как лошади. Вероятно, они унаследовали эту способность от своих древних предков маленьких, как кошки с длинными ногами. Они могли бегать со скоростью около 18 километров в час. Небольшие крокодилы, вероятно, пускаются в галлоп, когда за ними кто-то гонится. Но кайманам и аллигаторам, очевидно, не нужно использовать этот навык. Скорее всего, именно вы убежите, когда увидите их. Ну что ж, настала пора весенней уборки. Вы берете тряпку и веник и идете на улицу, чтобы избавиться от паутины на окнах. На этот раз вы настроены решительно. Снимая паутину за паутиной, вы неожиданно замечаете грязь с стороны формы, прилипшую под карнизом и на крыльце. Что это? И тут вас озаряет. Должно быть, это гнезда песочных ос. Вы наверняка думаете, что их тут целый рой, ведь вы нашли немало гнезд. К счастью, песочные осы – одиночки. Фух. Все эти грязевые хижинки заполнены парализованными пауками. Иногда внутри может находиться до 500 пауков, которые ждут, когда вылупятся юные осы. Если в гнезде есть отверстие, это может означать, что гнездо старое или пустое, поскольку песочные осы оставляют дырки, покидая его. Если собираетесь убрать гнездо, лучше дождаться наступления ночи, когда его обитатели менее активны. Несмотря на свою миролюбивость, они непременно ужарят вас при малейшей угрозе. Медведка выглядит так, будто кто-то создал половину насекомого, а потом забыл, какая часть должна идти дальше. Инопланетное создание. Когти крота, тело сверчка и голова креветки – настоящий утконос мира насекомых. Она не ядовита и укусит вас только если вы зажмете ее в руки. А если вы ее сильно достанете, она пустит в ход козырь – крылья. Медведки способны плеваться коричневой жидкостью с ужасным запахом, прямо как скунсы. Так что просто дайте им улететь и убирать ничего не придется. Каменные бассейны кишат всевозможными растениями и животными. В них можно найти морских звезд, водоросли, крабов-отшельников, крошечных рыбок и всевозможных осьминогов. Если наткнетесь на синекольчатого осьминога, лучше его не трогайте. Он мигает синим неоном не без причины. Укус этого миниатюрного создания в тысячу раз ядовитие цианида, и антидота к нему не существует. Не тыкайте его палочкой и не пытайтесь поднять, вы же не хотите отправиться в больницу или в морг. Змей на земле, конечно, пугают, но морские змеи – это совершенно другой уровень. В Индийском и Тихом океанах обитает около 50 разных видов морских змей, и их красота не уступает исходящей от них опасности. К счастью, кажется, мы их не сильно волнуем. Пожалуй, дюбуа – самая ядовитая морская змея в океане, вместе с носатой энгидриной. Укус кобры на их фоне кажется пустяком. Яд этих змей невероятно опасен. К счастью для нас, до появления первых симптомов у человека пройдет несколько часов, если им удастся прокусить гидрокостюм. Если на улице вам на руку сядет такая муха, вы можете вскрикнуть, и никто не станет вас за это винить. У скорпионницы, как можно понять из названия, кончик хвоста завивается и напоминает скорпионову жабу. Но можно вздохнуть с облегчением, оно используется только для спаривания. А еще у нее длинная голова, напоминающая клюв. С ее помощью она поедает насекомых, украденных из паутины. В поиске идеального партнера скорпионницы любят дарить своеобразную замену шоколадных конфет и цветов, свою слюну. Как романтично! Будучи в Африке, вы можете не заметить эту крупную птицу, если не будете внимательно смотреть по сторонам. Китоглав будет спокойно стоять на месте, пока вы шагаете мимо. Они вырастают до полутора метров в высоту, а размах их крыльев достигает двух с половиной метров. Китоглав звучит как сверххищник, но это совсем не так. Они известны как одни из самых медленных птиц и похожи на статуи. Китоглавы просто едят рыбу у поверхности воды, игнорируя остальной мир. Эта птица совершенно не боится людей. Сами они к вам не подойдут, чтобы поговорить о погоде, но позволят подобраться поближе и сделать парочку с ними. Если вы слышите тихий писк, находясь в саду, это может быть мышка, белка или жук-носорог, который решил возмутиться, что вы подошли слишком близко. Они любят шуметь, когда их беспокоят. Может показаться, что с таким огромным страшным рогом на голове они способны себя защитить, но это невозможно. Рог предназначен для того, чтобы убирать с дороги листья и ветки и не позволять другим самцам пробраться на территорию самки. Жуки-носороги обладают геркулесовой силой и способны поднять вес в 850 раз превышающий их собственный. Это как если бы мы с вами подняли 65 тонн или 11 слонов. Попробуем? Нет, спасибо. Небольшой хохлатый олень, обитающий в основном в Китае, очаровательно смотрится с хохолком на голове до тех пор, пока не обернется. О нет, это олень-вампир. К счастью, это животное не собирается пить вашу кровь или надевать плащ. Самцы отращивают свои клыки во время брачного сезона вместо рогов, чтобы бороться за территорию и самок. Они выполняют скорее функцию бивней, чем острых зубов. Помимо наличия клыков, олени лают, как собаки, и убегают, как кошки, если их испугать. Если солнце красно с вечера, моряку бояться нечего. Солнце красно поутру, моряку не понутру. Но никто не говорил о красных приливах. Красный прилив – это токсичное цветение водорослей, которые поднимаются с морского дна после особенно сильных штормов. Скопление водорослей похоже на кетчуп или ржавчину в воде. Но на окружающую среду действует куда хуже. При соприкосновении с токсичными водорослями в воде рыба и другие обитатели моря пытаются сбежать. Для людей красный прилив не страшен, но если вы съедите зараженные токсинами морепродукты, ситуация может стать серьезнее. Поэтому от красной воды лучше держаться подальше. Некоторые пауки любят яркую расцветку, чтобы показать, что они опасны. Но только не сиднейский лейкопаутиный паук из Австралии. Этому блестящему черному пауку не нужно доказывать свою крутость. Он легко заставит вас поволноваться, когда решит укусить. Его укус способен отключить нервную систему человека всего за 30 минут. Они могут присти паутину где угодно – в старых бревнах, в обуви и даже в садовых гномах. Лейкопаутиным паукам нравится жить рядом с нами, чтобы иметь возможность быстро найти, что перекусить. Устав жить на одном месте, они бросают свою паутину и бродят в поисках нового пристанища. Чудесно. Кто-то скажет, что «медоеду все нипочем» и, возможно, окажется прав. Когда в вас достаточно смелости, чтобы стащить еду у ягуара, льва или гиены, чего еще вам бояться? Эти крутые ребята – родственники ласок. И они не только яростны, но и умны. Медоеды способны использовать инструменты, чтобы сбежать из вольера. Грабли, камни и грязь становятся помощниками в обретении свободы. Помимо внешнего сходства со скунцем, медоед может похвастаться опасной железой на хвосте, скрывающей им мощный завод по производству вони. Итак, они суровые, вонючие у них, невероятно эластичная прочная кожа и вдобавок сильный иммунитет к яду скорпионов и змей. Если наткнетесь на медоеда, лучше обойдите его стороной. У нас нет ни единого шанса. Вы когда-нибудь слышали о грибе клубника со сливками? Нет? Как насчет другого названия – кровоточащий зуб? Этот гриб не ядовит, но он настолько горький на вкус, что лучше подумать дважды, прежде чем его пробовать. Пока он молот и растет, кажется, что из пор на белом грибе выступают желеобразные красные капли. Это липкий сок, который появляется из-за того, что гриб впитал слишком много воды. По сравнению с ним взрослый бежевый гриб кажется скучным. Под шапкой, там, где производятся споры, структура гриба напоминает зуб, что делает его еще более странным. Тасманский дьявол заработал свою незавидную репутацию, реагируя на угрозы от хищников, сражаясь с другими самцами или отстаивая хороший кусок на обед. Дьяволом его прозвали заоскал – броски и один из самых страшных воплей, которые вы слышали посреди ночи. А еще они едят почти все, до чего доберутся. У них нет привычки охотиться на людей, но они будут защищаться, если загнать их в угол. Вам не захочется ощутить на себе этот мощный укус. Хорошо, что тасманский дьявол тоже предпочитает держаться от вас подальше. Львы, слоны и медведи – три самых красивых, но пугливых представителя царства зверей. Но что пугает этих существ? Да и пугает ли вообще? Вы будете удивлены. Давайте посмотрим. Начнем с общепризнанного короля джунглей – со льва. К слонам вернемся чуть позже, хотя с ними все очевидно. Вы наверняка слышали о том, что эти дикие кошки боятся самой жизненно важной субстанции из известных человеку. Даю подсказку – она покрывает 70% поверхности земли. Так это правда? Свирепые львы боятся воды? На самом деле это миф. Львы любят купаться в воде, так как это помогает им охладиться. Это имеет смысл, если подумать о климате, в котором живут эти создания. Температура в саванне колеблется от 20 до 30 градусов. Мы и сами с вами в такую погоду отправляемся на пляж. Так почему мы должны ждать чего-то другого от львов? Особенно учитывая, что, как правило, они весят от 127 до 190 килограммов и имеют толстый слой меха. Самое ироничное в мифе о боязни львов то, что на самом деле они фантастические пловцы. То же касается и других больших кошек, живущих в теплом климате, таких как тигры, леопарды, ягуары и оцелоты. На самом деле кошки, избегающие воды, обитают в холодном климате. Я говорю о кошачьих, к которым относятся рыси и снежные барсы. Последние обитают в таких природных зонах, как холодная альпийская тундра. Это горная скалистая местность, температура там в среднем опускается до 1 градуса. Абсолютно логично, что эти большие снежные кошки презирают воду. С промокшей шубкой у них будет значительно меньше шансов сохранять тепло. Что ж, не думаю, что придется глубоко копать, чтобы понять, откуда взялся миф о том, что львы боятся воды. Более того, вполне вероятно, что у многих из тех, кто смотрит это видео, причины прямо сейчас находятся у экрана компьютера, скачут и устраивают беспорядок. Да-да, мы просто поторопились с выводом о том, что некоторые аспекты поведения наших домашних кошек совпадают с альвинами. И хотя домашние кошки связаны со всеми упомянутыми большими кошками, они не являются их прямыми потомками. Миллионы лет назад они произошли от одного предка, который существует в мире и сегодня. Это ближневосточный дикий кот. Поскольку на Ближнем Востоке не так много воды, эти кошки редко с ней сталкивались. Подобно своим потомкам, они воспринимают ее только как источник пищи. Ваш питомец наверняка не любит купаться, плавать или взаимодействовать с водой в принципе. К счастью, ему это и не нужно. Домашние кошки моются с помощью языка, благодаря крошечным крючкообразным сосочкам на его поверхности. Они помогают кошкам вычесывать колтуны и поддерживать чистоту шерсти, ее благоухание и безупречную красоту. В целом, кошки – индивидуалистические существа. Вы можете сейчас кричать на экран, заявляя, что ваша кошка любит воду, и это действительно вполне возможно. Некоторые кошки даже играют с водой. Например, со струйкой из крана или пузырьками в ванной. Есть особые породы домашних кошек, которые известны тем, что больше других любят водный мир. Турецкий ванн, например, также известный как плавающий кот. Считается, что тяга к воде развелась у кошек этой породы благодаря плаванию в турецком озере ванн с целью остудиться. Озеро находится в местности, откуда и произошли эти животные. Перейдем к проблеме, которая кошек уж точно не беспокоит. Вы хоть раз слышали о мусофобии, также известной как сурефобия. Оба этих слова означают боязнь мышей и крыс. Согласно распространенному мнению, одним из зверей, подверженных этому страху, является слон. Все верно, то самое животное, высота которого, в зависимости от вида, составляет 3 метра, а вес около 4000 килограммов. Предполагается, что он боится существа длиной в каких-то 10 сантиметров и весом в полкилограмма. Но откуда же взялся этот слух? Что ж, в его основе лежит смелое предположение. Слоны помешаны на том, что мыши могут забраться им в хобот. И если у мыши получится это сделать, то она может вызвать раздражение и закупорить хобот. Не хочу быть тем, кто постоянно портит все веселье, но похоже, это убеждение тоже миф. Исследователи утверждают, что нет прямых доказательств того, что слоны боятся мышей. Единственное, что они могут допустить, так это то, что эти гиганты пугаются резкого появления крошечных грызунов. Впрочем, мы реагируем на них точно так же. Еще эксперты утверждают, что даже если мышь залезет в хобот слона, он без труда сможет выдать ее обратно с потоком воздуха. Также есть доказательства того, что в большинстве случаев крысы не доставляют слонам проблем. Они даже позволяют мышкам карабкаться на голову и хобот. Исследователи уверены, что если слон здоров, то ни один другой зверь не может его напугать лишь потому, что он большой. Итак, львы не боятся воды, слоны, кажется, не боятся мышей. Есть ли вообще правдивые слухи о страхах животных? Скорее всего, ответ на вопрос, боится ли чего-либо медведь, нас тоже разочарует. Что ж, дамы и господа, поприветствуем лучшего друга человека. Все верно, медведи действительно чувствуют себя некомфортно в обществе собак. И это несмотря на их дальнюю генетическую связь. Когда два этих существа встречаются, собака способна догнать медведя, запугать его или загнать в угол. Что же касается самого медведя, он наоборот будет избегать стычек с собакой. Существует даже особая порода собак – карельская медвежья собака. Эта порода выведена специально для противостояния крупным зверям вроде медведей. У этих собак отлично развита ориентация, гибкость и контроль тела. Смелость, обоняние и стойкость. Значит ли это, что вы можете гулять с собакой по территории, где водятся медведи и чувствовать себя в безопасности благодаря присутствию вашего верного компаньона? Не совсем. Несмотря на то, что собаки заставляют медведя нервничать, нельзя забывать об их размерах и силе. Рост черного медведя может достигать около двух метров при весе в 300 килограммов. Если медведице некуда будет бежать или она почувствует, что медвежата в опасности, то вполне вероятно она на вас набросится. А это значит, что у вас с псом будут большие неприятности. В общем, не стоит проверять эту теорию. Вместо этого, отправляясь с собакой в незнакомый вам район, заранее узнайте, каких диких зверей вы можете там встретить. Никогда не знаешь, чего ожидать от медведя, если тот заметит вас или вашего песика, особенно учитывая их легкую форму кинофобии, то есть страх собак. Ну, хоть один неподдельный страх других животных среди этих суровых представителей царства зверей нам удалось найти. Удивительно, как собака, которая приносит столько радости в наш дом, может одновременно быть таким храбрым существом, способным при необходимости сразиться с медведем. Что ж, не все супергерои носят плащи. У некоторых есть лишь мех и ошейник. Почему бы нам не взглянуть на то, что страшит наших отважных компаньонов? Вы когда-нибудь задумывались, почему ваш пес испытывает дискомфорт от громких звуков? У каждой собаки своя степень страха. Но непредсказуемый удар грома и вспышка молний или громкие хлопки, сопровождающие салют, могут вызвать у вашего питомца тревогу. От непонимания того, что вызывает этот оглушающий шум, собака может задрожать, зажать хвост между ног или даже сбежать из дома. Еще наших преданных питомцев пугает то, что мы оставляем их дома в одиночестве. К сожалению, это может обернуться кошмаром для ваших соседей, так как распространенный симптом этого страха чрезмерное лаяние. Еще этот страх может стать проблемой для вашего дома. Вы хоть раз спрашивали себя, почему собака грызет диван? Разрушение мебели часто связано со страхом разлуки. Но долго злиться на собаку невозможно, верно? Ваш песик загладит свою вину, когда вы однажды встретитесь с медведем. Все мы знаем, что матушка природа мудра. Если она наделяет какое-то существо определенной частью тела, это должно иметь смысл, верно? Ну, да. Но все же некоторые кадры дикой природы заставляют задуматься, не пошла ли эволюция по ложному пути. Строение змей позволяет им проглотить целую мышь. Но в некоторых случаях такая способность может обернуться против них. Да, змеи действительно могут проглотить себя. Ученые считают, что чаще всего они делают это из-за стресса, неволи, регулирования температуры, голода или болезни. Змея в этой ситуации, можно сказать, довольно беспомощна. Если вовремя не оказать ей помощь, пищеварительные соки могут начать разъедать проглоченный хвост. Поэтому, если вы когда-нибудь застанете свою домашнюю змею за этим занятием, постарайтесь остановить ее или отнесите ее к ветеринару. Хорошо, а как же яд, спросите вы? Есть ли у змеи иммунитет к собственному яду? Если змея переварит его, все будет в порядке. Это потому, что белок – основной компонент яда. Кроме того, яд выделяется железой во рту змеи. Поэтому, независимо от того, кого укусит змея, есть шанс, что сама она выпьет немного. Единственный способ, в результате которого змея может действительно пострадать от собственного яда – это укус в кровеносный сосуд. В этом случае она испытает то же, что и любое другое животное. Думаете, вам не повезло с волосами? Посмотрите на этого парня. Крис – австралийский баран-меренос, который стал знаменитостью в 2015 году после того, как его обнаружили в дикой природе. Когда животное нашли, на тот момент его не стригли уже пять лет. Но Крис принадлежал к породе домашних овец, которых необходимо регулярно стричь. В противном случае животное подвергается большому риску травм и инфекций, так что жизнь этих милашек напрямую зависит от посещения парикмахера. Поговорим о рогах. Крупный рогатый скот с гордостью носит этот причудливый головной убор не только ради моды, но и в качестве оружия для жестоких сражений. Если вы спросите у этого барана Бигхорна, сколько ему лет, то, скорее всего, услышите что-то вроде «Баааа». Но если вы хотите получить более точный ответ, можете посчитать количество колец на его рогах. Самое большое и темное кольцо обычно означает четвертый день рождения, когда баран становится достаточно взрослым для спаривания. Хотя рога животных могут выглядеть очень жесткими, на самом деле большинство из них состоит из кератина. Этот же белок, из которого состоят волосы и ногти человека. Рога не перестают расти по мере старения животного, как и наши собственные волосы. И в конце концов они могут скручиваться в действительно экстравагантные формы, заставляя это оружие оборачиваться против своих хозяев. Так выглядит рог уилчерской овцы в молодости. Но с годами рога обычно закручиваются. И хотя большинство из них растут без вреда для здоровья, растущие внутрь рога могут оказаться в опасной близости от головы овцы, как у этого барана, которому, мягко говоря, не повезло. Его рог медленно врос в его собственный череп, и в итоге для барана все закончилось не очень хорошо. Конечно, на ферме такое исключено, ведь люди сделали бы профилактическую стрижку рогов. Но, к сожалению, в дикой природе животные не могут пользоваться услугами парикмахера, поэтому они используют камни и ветки, стачивая свои рога, подобно тому, как люди подстригают ногти. Неправильная генетика – не единственная причина искривления рогов. Видите ли, когда самцы этих видов борются за доминирование, они начинают сталкиваться головами, чтобы показать друг другу, кто здесь альфа-самец. Эти битвы могут сломать роговые пластины, заставляя их расти под странными и опасными углами. Чем причудливее изначальная форма рогов, тем больше проблем может вызвать их перелом. Этот бедный африканский куду яркий тому пример. К счастью, иногда неограниченный рост частей тела полезен для животного. Только взгляните на эти очаровательные улыбки. Если вы случайно отломаете собственный коренной зуб, ваш стоматолог, скорее всего, предложит вам имплантацию. Но если альпака сломает свои передние зубы, все, что ей нужно сделать, это немного подождать. Хотя у этих животных нет верхних зубов, их нижние зубы растут на протяжении всей жизни, и они могут выглядеть довольно жутко, когда становятся слишком длинными. Поэтому некоторые фермеры предпочитают время от времени подстригать их. Точно так же, как владельцы домашних животных стригут ногти своим кошкам или собакам. Внешне ламы настолько похожи на альпак, что многие путают эти два вида. Но существенное различие между ними заключается в том, что передние зубы ламы покрыты эмалью. Именно поэтому, в отличие от альпак, они не обладают сверхспособностью безграничного роста. Жаль. В отличие от кератиновых рогов некоторых животных, рога оленя полностью состоят из кости. Как правило, рога растут только у самцов-оленей. У самок они вырастают только из-за серьезного гормонального сбоя. Это своеобразный эквивалент бороды у некоторых женщин, которая иногда может появиться из-за различных заболеваний. У взрослых оленей рога растут и сбрасываются ежегодно, что совпадает с периодом размножения. Сначала рога покрыты бархатом, защитной кожей с кровеносными сосудами. Но как только рога полностью сформированы, олени избавляются от бархата так же, как змеи сбрасывают кожу. Хотя этот процесс не причиняет им вреда, он выглядит жутко. Как только новые рога вырастают, олени начинают бороться с другими самцами за внимание самок. Обычно в это время олени почти не едят и не спят. Если вы когда-нибудь задавались вопросом, могут ли рога двух оленей сцепиться, то да, могут. Каждый олень рискует застрять с соперником, вместо того, чтобы провести романтическую ночь с самкой. Обидно. Травмы, которые самцы получают во время борьбы за самку, могут повлиять на дальнейший рост пантов, молодых рогов, если будут задеты важные нервы. Как и рога, панты могут развиваться под разными углами из-за генетических сбоев. Некоторые мутации могут даже заставить их вырасти чудовищно большими. Например, этот олень едва может двигать головой, не теряя равновесия. Если олень ломает одну из ног, его организм может ускорить ее заживление, пожертвовав костной и кровеносной тканью одного из рогов. Тогда этот рог станет тоньше и слабее. Также нельзя обойти вниманием бивни. Познакомьтесь с боберусой из Индонезии. Этот древний кабан впервые появился более 35 тысяч лет назад. Его большие клыки легко спутать с рогами, но на самом деле это зубы. В зрелом возрасте они пробивают кожу на морде кабана. Ученые считают, что они эволюционировали как инструмент для защиты глаз и горла во время драки с другими самцами в брачный сезон. Но такая конструкция кажется не очень продуманной. Если самец кабана не будет регулярно стачивать свои клыки, они могут загнуться обратно в его череп. Это может ослепить его или даже хуже. А что если я скажу вам, что копыта могут расти неконтролируемо, так же как рога и панты? Эволюции потребовались миллионы лет, чтобы превратить средний палец костей стопы животных в копыта. И так же, как и ноги на ногах, они растут и скручиваются, если их регулярно не подстригать. Когда у ослов или лошадей нет возможности изнашивать копыта естественным образом, они могут вырастать до огромных размеров. Это заставляет животных ходить на пятках, растягивая сухожилия, что может привести к боли и потере костей. В конечном итоге они могут вообще потерять способность ходить. Так что если вам попадется лошадь со скрученными копытами, обратитесь к специалистам, чтобы сделать ей педикюр. Пожалуй, один из самых очевидных вопросов, задаваемых о подводном мире, звучит так. Может ли рыба утонуть в воде? Да, может. Хотя жабры – это удивительный дар природы, существует множество факторов, которые могут лишить рыбу дыхания. Когда уровень кислорода в воде слишком низок, рыба начинает задыхаться. Но в дикой природе это случается крайне редко. Дефицит кислорода обычно возникает в аквариумах, которые недостаточно часто моют. Кроме того, паразиты, болезни и общий дисбаланс компонентов воды также могут привести к тому, что рыба утонет. Итак, на этой ноте мне пора уходить. Увидимся в следующий раз. Знаете ли вы, что животные видят мир иначе, чем мы? Например, голуби видят лучше, чем люди. С ума сойти, правда? Сегодня мы попробуем посмотреть на мир глазами животных. Начнем со змей. Их способ видения мира полностью отличается от нашего. У них есть специальные инфракрасные рецепторы. Это позволяет им видеть излучаемое тепло теплокровных млекопитающих. Теперь перейдем к коровам. Эти крупные животные не видят цвета так хорошо, как люди. Они не могут видеть красный цвет, потому что у них нет необходимых для этого рецепторов в сетчатке глаза. Поэтому они воспринимают только вариации синего и зеленого цветов. Кроме того, им не нравится, когда кто-то подходит к ним сзади. У них почти панорамное зрение и единственная область, которую они не видят, это спина. Поэтому если вы подкрадываетесь к корове, обязательно предупредите ее об этом. У лошадей есть слепая зона перед мордой из расположения глаз. Это означает, что они не могут видеть то, что находится прямо перед ними. Кроме того, они видят не так много цветов, как мы. Как и у коров, их мир состоит в основном из зеленого, желтого и синего. Бедные ребята. Глаза рыб имеют ультрафиолетовые рецепторы и более сферический хрусталик, чем у человека. Это дает им возможность видеть почти на 360 градусов. Что касается цветов, то они способны видеть те же цвета, что и мы, люди. Но поскольку под водой свет ведет себя по-другому, им трудно различать красный цвет и его оттенки. Глубоководные рыбы могут видеть в темноте, что очень круто. Акулы, с другой стороны, вообще не различают цвета. Но они видят под водой гораздо четче, чем мы. Птицы видят мир весьма впечатляющим образом. В отличие от людей, птицы могут видеть ультрафиолетовый свет. Это помогает им различать самцов и самок своего вида, а также лучше ориентироваться в окружающей обстановке. Кроме того, они очень хорошо умеют фокусироваться. Например, соколы и орлы могут сфокусироваться на маленькой мыши в поле на расстоянии в полтора километра. Голубь видит мельчайшие детали, поэтому если вам когда-нибудь понадобится найти трещину на тротуаре, просто спросите голубя. И, кстати, поле зрения голубя составляет 340 градусов, а вообще их зрение в два раза лучше, чем у человека. Теперь я завидую голубю. У насекомых тоже есть странные особенности зрения. Например, у мух тысячи маленьких глазных рецепторов, которые работают вместе, чтобы давать общую картину происходящего вокруг. И заметьте, они видят все в замедленном режиме. Кроме того, они видят ультрафиолетовый свет. Это помогает им взаимодействовать. У пчел есть свои проблемы. Они не различают красный цвет. Для них он выглядит как темно-синий. Звучит безумно. Теперь крысы. Они тоже не видят красного цвета. Но это не самое странное. Их глаза движутся независимо друг от друга. Поэтому они видят двойную картинку. Удивительно, что они не натыкаются на стены. Правда? Кошки не видят оттенки красного или зеленого. Но они отлично различают коричневые, желтые и синие оттенки. Кроме того, у них широкоугольный обзор. Поэтому они могут увидеть больше вещей по сторонам, чем мы. Но это еще не все. Когда на улице кромешная тьма, кошки становятся похожими на ниндзя и видят в шесть раз лучше нас. Их зрачки подстраиваются под любое освещение, как по волшебству. Теперь поговорим о собаках. Наши четвероногие друзья не видят красный и оранжевый цвета. Но великолепно различают синий и фиолетовый. Кроме того, они различают 40 оттенков серого. Это, конечно, не 50, но все равно впечатляет. А вот лягушки очень разборчиво в еде. Они не едят пищу, которая не движется. Они могут быть окружены целым шведским столом из вкусных жуков. Но если те не шевелятся, лягушки даже глазом не моргнут. К тому же они не самые наблюдательные существа. Если что-то не имеет для них значения, например тень, они даже не удосужатся посмотреть на это. У хамелеонов глаза двигаются независимо друг от друга, поэтому они могут видеть все вокруг, даже не поворачивая головы. Они могут видеть два изображения одновременно, как на двойном экране. Одно впереди, другое сзади. Круто, правда? А что бы вы сделали, если бы вдруг обрели 360-градусный обзор как хамелеон? Поделитесь в комментариях. Мегалодон был одним из самых больших и свирепых монстров на планете. Мощный челюсть, острый как бритва зубы, гигантский размер. Но что мы знаем о том, какие он издавал звуки? Представьте себе громкий рыб, пронизывающий подводный мир звуковыми вибрациями. На самом деле у мегалодона не было голоса. Это была акула, а у них нет органов, издающих звуки. Тихая опасность. Но несмотря на немоту, мегалодона все равно можно было услышать. Итак, вы находитесь под водой. Сжимаете кулак, поднимаете руку и быстро опускаете ее. Теперь представьте, что это не кулак, а большая подводная лодка. И вы слышите, как вода обтекает гладкую поверхность корпуса. Вот как звучал мегалодон. Когда это чудовище выплывало на поверхность и открывало пасть, звук был похож на водопад. Гигантская акула развивала огромную скорость. Когда вода проходила через ее рот и жабры, это звучало как течение быстрой и мощной реки. У мегалодона не было голоса, только пугающий звук текущей воды. Другие древние рыбы могли издавать звуки, но мы вряд ли их услышали бы. Киты, дельфины и их далекие предки не учитываются, потому что они млекопитающие. Рыбы общались на частотах, неуловимых для человеческого слуха. У них все еще есть эта способность. Но океан был и остается довольно тихим местом. А теперь давайте отправимся на древние земли и проверим, что происходило со звуками в тех краях. Сегодня ученые могут проанализировать звуки многих вымерших животных. Используя компьютерную томографию, они обнаружили, что у некоторых динозавров в черепе имелись небольшие карманы. Они использовали эти черепные лабиринты для воспроизведения звуков и регулировки температуры тела. И люди сумели их услышать. Древняя птица Вегавис, жившая 79-145 миллионов лет назад, звучала как современные утки и гуси. Но она кричала куда страшнее. Ученые выяснили это благодаря ископаемому Сирингса, которого обнаружили в 2016 году в Антарктиде. Это самый старый известный голосовой орган в мире. Он помогал Вегавису издать двойной гудящий звук, исходящий с левой и правой сторон Сирингса. Представьте себе звуки, которые издают утки и гуси. Увеличьте их громкость в несколько раз. Именно так излечал их далекий предок. Что касается других летающих рептилий, таких как Птеродактиль, он не мог кричать как Вегавис, потому что у него не было Сирингса. Он мог рычать, шипеть и щелкать клювом. И это был его самый эффектный звук. Вспомните любого высокого баскетболиста. Череп Птеродактиля был длиннее его роста. Только представьте, какой шум он издавал, щелкая клювом. Щелкающий звук мог оглушать других древних существ. Благодаря фильмам вы наверняка знаете, какие звуки издает Тираннозавр. Этот рёв можно узнать из тысяч других. Он напоминает звук бензопилы, пылесоса и гудка. Этот рёв имеет много общего с естественными звуками, которые мог издавать этот монстр. Благодаря современным технологиям и хорошо сохранившимся останкам Тирекса, учёным удалось имитировать его звуки. Представьте, что вы загружаете данные о Тираннозавре в программу и готовитесь услышать устрашающий рёв. Вы нажимаете кнопку воспроизведения и... слышите странный звуковой сигнал. Крик Тираннозавра напоминал крик птиц, а не млекопитающих. Но это был не просто звуковой сигнал. Для крика он использовал ноздри, а не пасть. Гул исходил из груди и напоминал сирену. Видимо, это звучало куда страшнее, чем в фильмах. И громче, чем трубы симфонического оркестра. При этом Тирекс задействовал лишь свой нос. Точно неизвестно, рычал ли он через пасть. А ещё мы все слышали, какие звуки в фильмах издают динозавры с длинной шеей. Это скорее похоже на крики слонов. Нечто среднее между саксофоном и автомобильным гудком. Но на самом деле эти высокие существа шептали. Почти все млекопитающие издают звуки благодаря гортанному нерву. Он проходит вниз вдоль шеи, огибает кровеносные сосуды грудной клетки и возвращается к гортане. Мозг подаёт сигнал, который проходит вдвое большее расстояние вдоль тела, прежде чем звук выходит из пасти. А теперь вспомните длинные шеи динозавров в высотой из пятиэтажное здание. Их голосовой сигнал должен был пройти расстояние в десять этажей. Этот путь занимал слишком много времени, что влияло на их рёд. Захотев издать какой-нибудь звук, они просто шипели. Скорее всего, это было похоже на звук гигантской гадюки. Но самый подробный звук, который получили учёные, принадлежит паразоуролофу. У этого травоядного динозавра был длинный гребень на затылке. В фильмах мы видели, что он нужен был динозавру для борьбы с противниками. А ещё он использовал его, чтобы сбрасывать плоды и листья с деревьев. Учёные считали, что гребень улучшал обоняние динозавра. Но оказалось, что с помощью гребня он издавал громкие, пугающие звуки в разных тональностях. Учёные воспроизвели это с фантастической точностью благодаря структуре твёрдых тканей паразоуролофа. Почти все живые существа, обладающие голосом, используют для его активации мягкие органы, а они быстро разлагаются. У паразоуролофа были твёрдые зубы. Учёные заметили трубки, ведущие от ноздрей к гребню и обратно к ноздрям. Когда нашли череп, это было похоже на крумгорн, музыкальный инструмент. Выходит, динозавр использовал гребень на затылке, чтобы звучать громче. Гребень позволял трубить, чтобы динозавры могли слышать друг друга издалека. Они издавали жужжащие звуки с низкими и высокими нотами. Это как смешать саксофон и трубу с гусиным гулом, автомобильными гудками и низкими частотами, а затем увеличить громкость в несколько раз. Вот как звучал паразоуролоф, как детский оркестр. Можно послушать разные тембры этого динозавра в интернете. Он использовал шумы разных тонов для создания сложных социальных связей. Эти динозавры могли общаться, идентифицировать друг друга, трубить об опасности или наоборот сигнализировать о своих дружественных намерениях. Мы только что услышали звуки, которые издавали древние рептилии. А как насчет древних насекомых? У них не было голосовых связок. Они использовали трение частей тела. У современных сверчков на одном крыле есть крошечные зазубрины, а второе имеет форму медиатора. Возьмите пластиковую расческу и проведите кончиком пальца по зубьям. Сверчки издают звуки по тому же принципу. Крылья вибрируют, образуя звуковые волны. Но щелканье древнего сверчка сильно отличалась от стрекота современных насекомых. Оно было намного громче. Звуки этих щелчков были похожи на свист. С помощью высокочастотных волн они могли тайно общаться, словно используя закрытый радиоканал. Под такие звуки вы вряд ли смогли бы заснуть. Современные сверчки не такие громкие, так как они стали издавать более высокочастотные звуки. Более высокие волны распространяются не так далеко, что снижает риск того, что их услышит летучая мысль. Только представьте, как звучали джунгли того времени. Громкий стрекот сверчков режет уши. Затем вы слышите шипение брахиозавра. Небо сотрясается от щелчков птеродактики. Затем откуда-то из джунглей до вас доносятся звуки трубы разных тональностей. Это пара зауралов общаются друг с другом. А потом вас оглушает громкая сирена тираннозавра. Ну и ну. В таких условиях не отдохнуть. К счастью, люди появились лишь через миллионы лет. Кстати, ученым удалось выяснить и понять, как звучали наши далекие предки. Они тщательно изучили функции рта, носа и горла на скелете неандертальца. Их голоса были похожи на наши, но фонетический диапазон взрослого неандертальца был таким же, как если бы ему было 2-3 года. Это напоминало бормотание бессогласных звуков. Изучение черепа не позволило точно воссоздать звуки, которые издавали неандертальцы. Но в 2007 году ученые извлекли из их костей образцы ДНК. Они обнаружили вариацию гена, который мог реагировать на человеческую речь. Ученые считали, что неандертальцы воевали с Homo sapiens. В результате этого конфликта их вид полностью вымер. Но найденный ген указывает на то, что у них могли быть и другие связи друг с другом. Неандертальцы могли понимать язык Homo sapiens и даже произносить некоторые слова. Представьте, что вы ныряете с аквалангом в океане, любуясь кораллами и проплывающими мимо разноцветными рыбками. И тут над вами возникает огромная тень. Вы смотрите вверх и видите, что к вам приближается исполинское чудовище с широко открытой, как зияющая бездна, пастью. Расслабьтесь, не дергайтесь, все будет хорошо. Это гигантская акула Левиафан. Одно из самых пугающе выглядящих морских существ, которое на самом деле не способно причинить вам вред. Гигантские акулы – это гидробионты-фильтраторы, точно такие же, как и усатые киты. Они открывают свои большие пасти, чтобы поглощать планктон. И у них даже нет зубов. В джунглях Центральной Америки уже поздняя ночь. Вы находитесь в дикой природе, наблюдая за птицами, и слышите хлопание крыльев. Взволнованный вы включаете прибор ночного видения. Только чтобы наткнуться на один из своих худших кошмаров. Да не кричите вы, а то спугнуете. Это совершенно безобидная летучая мышь. Складчата мордой листонос. И вы ей совсем не интересны. Это крыланы, и складки на мордочках позволяют им собирать кусочки фруктов и сок для последующих трапез. Кстати, их латинское имя – Центурио сенекс – было дано им за внешнее сходство со столетними людьми. Прогуливаясь по национальному парку в Непале и решив умыться в реке, вы в ужасе застываете. Крокодил смотрит прямо на вас с расстояния не более метра. Затем он поднимает над водой морду, и вы облегченно выдыхаете. Это гигантский гавиал. Эти рептилии имеют длинные и узкие морды, которые позволяют им успешно ловить рыбу и в то же время не дают охотиться на любую другую добычу. Несмотря на то, что гавиалы плотоядные, они довольно застенчивы и обычно прячутся при виде людей. На сегодняшний день во всем мире таких крокодилов осталось не больше тысячи. Что ж, не будем смущать гавиала, особенно если это девочка. Вы копаетесь в саду и замечаете, что кто-то ползет по вашей лопате. Вы вглядываетесь внимательнее и от испога роняете инструмент. Маленькое существо, похожее на злого инопланетянина, шустро ныряет в ближайшую нору в земле. Не волнуйтесь, это всего лишь крот-звездонос. Мордочки у этих созданий выглядят весьма необычно. Как будто их взорвали изнутри. Их глаза маленькие и слабые, и звездочка на носу помогает им передвигаться и искать пищу. Эта звезда постоянно в движении. Кроты трогают ей все, до чего могут дотянуться. Как будто усики – это крошечные пальцы. О, вы опять купаетесь в океане? Ну тогда взгляните направо. Прямо к вам плывет настоящая зубастая акула. Не паникуйте. Это же просто песчаная тигровая акула. На самом деле она не имеет ничего общего ни с песчаной, ни с тигровой акулами. Это уязвимая рыбоядная акула, которая медленно плавает в морях время от времени, преследуя мелкую добычу. Пока не было зафиксировано ни одного случая ее нападения на людей. Но у нее все же есть несколько рядов острых зубов, поэтому не пытайтесь ее потрогать. Может, она и выглядит мирной и приветливо вам улыбается, но вы же не хотите стать первым, кого она укусит. Ну ладно, а теперь из океана переместимся в пустыню. Вы в Австралии и очень хотите пить. Вы находите подходящее место и начинаете копать землю, только чтобы наткнуться на существо, будто из глубин преисподней, сплошь покрытое шипами. Оно подозрительно на вас смотрит и тут же ускользает. Это молох. Несмотря на свое грозное название, эта ящерица абсолютно безвредна для человека. Рогообразные бугорки на ее коже служат для защиты от хищных птиц и животных. Шипы довольно жесткие, но если вы не будете их специально трогать, вы не поранитесь. Если у вас арахнофобия, скорее всего, вас это не сильно успокоит. Но жгутоногие пауки, которых вы можете встретить в Северной и Южной Америке, а также в Азии и Африке, боятся вас больше, чем вы их. Эти жутко выглядящие существа не имеют жало и не кусаются, даже если на них кто-то нападает. Самое худшее, на что они способны, если загнать их в угол, что вы вряд ли будете делать, это колоть вас передними лапами, оставляя крошечные ранки на вашем пальце. Многие держат этих паукообразных в качестве домашних животных, и они довольно ласковы к своим владельцам. Если вы когда-нибудь наткнетесь на нору, из которой выглядывает безволосое существо с большими зубами, не пугайтесь. Голые землекопы – это своего рода сфинксы среди грызунов. Они близкие родственники кротов, только… ну, голые. Это очень необычные существа. Они постоянно живут под землей, практически полностью холоднокровные, но могут приспосабливаться к любой температуре снаружи. Их мягкая морщинистая кожа совсем не чувствует боли, поэтому иглы и колючки, а также острые зубы не пугают голых землекопов. Вы опять заблудились в джунглях, на этот раз на Мадагаскаре. Вот же не везет. Наступила ночь, и вы ищете укрытие. Вы, наконец, решаете, что нашли подходящее дерево, чтобы построить навес, и… замираете в ужасе. С ветки дерева прямо над вами свисает черная лапа с длинными пальцами. И два огромных желтых глаза смотрят на вас сверху вниз. Но затем вы замечаете косматую мордашку и понимаете, что это мадагаскарская руконожка. Этот мадагаскарский лемур выходит только по ночам, так что вам очень повезло его встретить. Он выполняет роль дятла в тропических лесах, стучит по стволам деревьев в поисках жуков и использует свои длинные сморщенные пальцы, чтобы обыскивать щели. Устав чувствовать страх, вы ищете дорогу домой. Но ваши кошмары еще не закончились. Путь вам преграждает большая красно-белая змея. Она шипит и ждет, когда вы пошевелитесь. Вы знаете, что это коралловый аспид, очень опасный и ядовитый. Вы замираете, как вкопанный, и только когда пестрая лента наконец уползает, понимаете, что на самом деле это была поперечно-полосатая королевская змея. Чтобы защититься от хищников, они часто имитируют ядовитых змей. И не только коралловых. Тем не менее, если вы не специалист по змеям, лучше избегать контактов и с этим видом. Следующее существо будет преследовать вас в самых страшных кошмарах. Это гигантская африканская многоножка. Она большая, глянцево-черная, и у нее сотни крошечных ножек. И все же, если бы у нее были глаза побольше, она могла бы даже казаться милой. Кстати, некоторые держат этих существ в качестве домашних любимцев. Они обычно живут до 10 лет. Гигантские многоножки не кусаются. Единственный доступный им способ защиты – это свернуться в тугой клубок и выделять раздражающую жидкость и спор на коже. Если вы потрогаете испуганную многоножку, не трите потом глаза или нос, это будет весьма неприятно. Паук-птицеед Еще один популярный питомец. Он не опасен для людей, хотя и выглядит пугающе. Это один из самых больших пауков в мире, и как следует из названия, иногда он охотится на маленьких птиц. Однако пернатые не входят в его обычный рацион. Этот паук предпочитает червей и земноводных. Тем не менее, постарайтесь его не пугать. В целях самообороны он может вас укусить или счесать на вас ядовитые волоски. Укус напоминает осины, а волоски способны вызвать сильное раздражение кожи. Но в основном этот застенчивый великан при виде человека убегает подальше. Ого, боже! К вам приближается еще одна змея, и быстро! Вы уже готовы развернуться и бежать, когда замечаете несуразное восьмилапое существо, которое выскакивает змея наперерез и прыгает на нее. Это представитель паукообразных, и он выглядит еще более устрашающе, чем змея. Знакомьтесь, верблюжий паук. На самом деле это не паук и даже не скорпион. Эти существа принадлежат к отдельному семейству. Им посвящены многие городские легенды. Но на самом деле у них даже нет яда. Правда, они умеют кусаться, их челюсти довольно мощные, но кроме неприятного укуса человеку больше ничего не угрожает. Обычно верблюжьи пауки прячутся в песке и норах и набрасываются на ящериц, беспозвоночных и даже змей. А теперь представьте себе мокрицу. Она, мягко говоря, некрасивая, зато маленькая. Но что, если бы она была в 10 раз больше? Да, это уже страшновато. И ведь такое создание существует. Оно называется гигантский изопод и обитает на наше счастье только в глубоких, темных и холодных водах. В общем, в саду вы его не встретите. Гигантские изоподы вырастают до таких огромных размеров из-за глубоководного гигантизма. Глубоководные существа вынуждены переносить невероятное давление воды, экстремально низкие температуры и дефицит пищи. Поэтому их метаболизм замедляется. Изоподы малоподвижны и чаще всего просто лежат в засаде, пока какой-нибудь маленький жучок или ракообразное не подползет к ним близко, и они не смогут его съесть. И хотя снизу гигантский изопод выглядит как многоногое порождение хаоса, он не сможет причинить вам вред, даже если захочет. Просто поглоти его уже. Львы, собаки, кошки – все эти млекопитающие спят в довольно удобных позах. Но только не киты. Они похожи на гигантские плавающие буханки хлеба, на которые однажды наткнулся один дайвер в Карибском море. Шесть китов просто стояли вертикально, опустив хвосты на глубину около 20 метров под поверхностью. Ученые обнаружили, что когда кошелоты дремлют, они остаются в этом положении в течение 10-15 минут. Они не двигаются и практически не дышат. Но эти существа проводят во сне всего 7% своего времени, гораздо меньше, чем другие млекопитающие. Обычно они либо мирно отдыхают в воде, либо расслабляются, медленно плавая рядом с другими морскими обитателями. Бывают, что они двигаются и спят одновременно, то есть просто дремлют. Эти млекопитающие не могут заплывать слишком глубоко и должны держаться поближе к поверхности. Белые акулы спят и охотятся на больших глубинах, а это значит, что хотя бы об этих существах во время сна китам беспокоиться не нужно. К тому же, чем глубже, тем обычно холоднее, а китам нужна более теплая среда, чтобы поддерживать температуру своих больших тел. Когда дельфины остаются одни, они погружаются в стадию глубокого сна. Обычно это происходит ночью и длится всего несколько часов. Во время сна они находятся у самой поверхности, отключают половину своего мозга вместе с одним глазом. Другая половина мозга находится в состоянии готовности. Она готова реагировать, если кто-то подойдет нежелательно близко. Эта часть мозга также посылает сигналы, когда приходит время вынырнуть на поверхность, чтобы сделать глоток свежего воздуха. У морских млекопитающих есть выдумное отверстие. Это лоскут кожи, который в нужный момент открывается и закрывается. Люди дышат автоматически. Наше тело знает, что ему нужно делать, даже когда мы спим. Но у китов и дельфинов особая дыхательная система. Им нужно сознательно подниматься на поверхность, чтобы вдыхать свежий воздух. И одна часть их мозга должна всегда бодрствовать, чтобы сигнализировать о том, что пора всплывать. Киты и дельфины могут задерживать дыхание намного дольше, чем другие виды. Они также обладают более высокой устойчивостью к углекислому газу и могут вдыхать больше воздуха. Их эритроциты также накапливают больше кислорода. Кровь китов и дельфинов поступает только в те части тела, которые нуждаются в кислороде. Если кит использует свой мозг, сердце, плавники или мышцы, необходимые для плавания в данный момент, они будут единственными частями тела, получающими кислород. Пищеварение или другие функции могут подождать. Океан не то место, где можно расслабиться и спокойно поспать. Во время сна метаболизм рыб замедляется. Некоторые из них продолжают плавать в одном и том же месте. Другие находят безопасные места среди кораллов или в или. В раннем возрасте дельфины учатся издавать уникальный свист, который позволяет всем остальным особям и стае их узнавать. Специфический свист дельфина, по сути, его имя. И дельфины действительно на него реагируют. У моллюсков есть ноги. Они похожи на большой язык, который иногда высовывается из раковины. Но на самом деле это нога. И она довольно длинная по сравнению с общим размером существа. Моллюски используют эту конечность, чтобы зарываться в песок. Синий кит. Это самое крупное живое существо на планете. Он больше, чем большинство динозавров. Он может достигать в длину до 30 метров и весить почти 200 тонн. Это как 50 взрослых слонов. Один только язык синего кита может весить больше, чем один слон. Такому гиганту нужно много есть. Он получает полмиллиона калорий всего за один глоток. Сердце синего кита размером с автомобиль и весит 590 килограммов. Чтобы обеспечить циркуляцию крови по такому гигантскому телу, сердцебиение кита настолько сильное, что его можно услышать с расстояния 3 километров. Сердце кита бьется всего 8-10 раз в минуту. А еще кит – одно из самых громких существ на свете. Его зов может достигать 180 дБ, что так же громко, как звук летящего реактивного самолета. Почти 95% тела медузы состоит из воды. Для сравнения, человеческое тело состоит из воды на 60%. И это неудивительно, ведь у медуз нет сердца, крови, глаз или мозга. Остальные 5% их веса составляют белки, мышцы и нервные клетки. Медузы существуют уже более 500 миллионов лет. И это делает их старше динозавров. Эти существа не сильно изменились. Сегодняшние медузы очень похожи на своих предков. Они живут в океане. Но в 1991 году более 2000 медуз было отправлено в космос. Ученые хотели посмотреть, как они будут реагировать на среду без гравитации. Медуза размножилась и создала 60 тысяч новых особей. Но, к сожалению, они не смогли нормально функционировать после возвращения на Землю. Кстати, один вид медуз может буквально жить вечно. Достигнув зрелости, существо опускается на морское дно, чтобы снова превратиться в полип, в котором затем формируется новая медуза с той же генетикой. Гренландские полярные акулы могут жить 500 лет. Это животное с практически самой длинноизвестной продолжительностью жизни среди позвоночных. Кошелоты – существа очень общительные. Они проводят всю жизнь в окружении семьи, поддерживают друг друга, заводят близких друзей, которых помнят, даже если они какое-то время не видятся. У электрических угрей маленькие глаза, на которые трудно рассчитывать в условиях отсутствия света. Поэтому в основном они полагаются на свои электрические органы, которые состоят из 6000 ячеек. Угри используют их для хранения энергии, подобно батареи. А электричество также, как летучие мыши, свои радары или дельфины, свой гидролокатор. Угри также может вырабатывать достаточной электроэнергии, чтобы запитать целое табло с лампочками. Существуют маленькие тропические рыбки – брызгуны. Их можно научить распознавать человеческие лица. Они обладают интересной способностью выплевывать изо рта небольшие струи воды. Исследователи показывали рыбе изображение двух разных лиц людей. Один был неизвестным, а другой – знакомым. Рыба должна была выплюнуть воду знакомого. Удивительно, что более чем в 80% случаев рыба справлялась успешно. Каждую зиму белые акулы, обитающие вдоль побережья Калифорнии, куда-то исчезают. Такое ощущение, что дни на 30-40 они отправляются в отпуск. Но на самом деле они уплывают в одно место, которое находится между Гавайскими островами и Мексикой. Возможно, они это делают, чтобы перекусить, расслабиться или пообщаться со своими приятелями из других районов. Теперь это место называется «Кафе белые акулы». Некоторые виды акул, такие как мака, китовые акулы или белые акулы, дышат специфическим образом. Для этого им требуется все время находиться в движении, то есть плавать. Двигаться нужно быстро и с открытым ртом. Именно таким образом кислород проникает в их жабры. Морские губки – одни из самых примитивных существ. Они неподвижны. У них нет рта, глаз, костей, мозга, сердца, легких и вообще никаких органов. Однако они живые. Есть такой морской обитатель, которого прозвали морским единорогом. Это нарвал. Его рог на самом деле зуб, который может вырастать в длину до 3 метров. Ламантины, также известные как морские коровы, являются дальними родственниками слонов. Их вес может достигать 450 килограммов. Эти существа вегетарианцы должны ежедневно съедать около 10% своего общего веса. Это же целая гора морского салата. Иногда ламантины даже делят пространство с аллигаторами, и они отлично друг с другом ладят. Вы можете найти в интернете фото из Флориды, где аллигатор катается на спине ламантина. У рыб-легушек есть специальные плавники, которые помогают им ходить по песку. Очень полезный навык на мелководье. Прозрачную рыбу-трубочника разглядеть весьма непросто, но если вы ее заметите, то очень удивитесь. Ее голова составляет более 40% всего тела. Крабам не хочется тратить время на такие формальности, как пробовать пищу ртом. Вот почему они дегустируют ее ногами. Именно в них находятся их вкусовые рецепторы. Морские игуаны – единственные ящерицы на нашей планете, которым нравится проводить время в океане, хотя в основном они живут на суше. Эти травоядные животные питаются на мелководье и плавают, как змеи. Игуаны используют свои длинные когти, чтобы цепляться за дно, когда им хочется по нему прогуляться. Во время миграции зеленые черепахи могут преодолевать более 12 250 километров. Они пытаются найти идеальное место для кладок яиц. Пингвины как бы летают, когда находятся под водой, развивая скорость до 40 километров в час. Более 500 миллионов лет назад глубоководные черви и люди имели общего предка. Таким образом, мы все еще делим 70% наших генов с этими существами, а также с морскими звездами, кальмарами и осьминогами. Океан покрывает более 70% нашей планеты, и более 80% его пространства еще не исследовано. В нем обитает более миллиона видов разных живых существ. Однако в нем есть еще кое-что. Это 3 миллиона затонувших кораблей, чьи истории окутаны тайнами, и многие из них нам еще только предстоит узнать. Ленивцы могут задерживать дыхание дольше дельфинов. Да, невероятно, но факт. Они так замедляют свое сердцебиение, что могут оставаться под водой до 40 минут. В отличие от рыб, дельфины и киты – это водные млекопитающие, а значит, они не могут дышать под водой. По части дыхания они больше похожи на нас, чем на рыб. И у тех, и у других есть легкие, а воздух они вдыхают через так называемое дыхово. Под водой они задерживают дыхание до тех пор, пока снова не вынырнут на воздух. Дельфины могут находиться под водой 10 минут. Кошалот может задерживать дыхание на 90. Рекордсменом среди водных млекопитающих является морской слон. Он способен быть под водой 2 часа без необходимости выныривать. Существует оса, настолько крошечная, что размером она даже меньше амебы, хотя амебы состоят из одной клетки. У нее такое же строение тела, как и у других насекомых – крылышки, мозг, глаза и все остальное. Но это очень маленькая версия насекомого, длина которого составляет всего 0,2 мм. А самая маленькая взрослая насекомая из известных – знаменитая оса-паразит, или меморида. У самцов этого вида нет крыльев, они слепы, а их длина составляет всего 0,30 мм. Не случайно у каждого вида животных свой окрас и узоры. Одна из причин – это возможность выделяться при поиске потенциальных брачных партнеров. Другая – предупреждение хищников о своей ядовитости, в надежде, что те верно истолкуют сигнал. Еще есть хищники-засадники, такие как тигры. Для них очень важно оставаться незамеченными, это играет огромное значение. Если жертва увидит их до того, как они до нее доберутся, то вечером никакого ужина. Но почему тигры именно оранжевые? Мы используем оранжевый цвет для тех вещей, которые необходимо сделать ультразаметными. Например, спасательные жилеты или дорожные конусы. Для человеческого глаза оранжевый будет выделяться в окружающей среде. Так что, если за вами придет тигр, вы относительно легко его заметите. Люди обладают так называемым трихоматическим зрением. Когда свет снаружи достигает глаза, он попадает на сетчатку – тонкий слой на задней стенке. Для обработки света сетчатка использует два вида световых рецепторов – палочки и колбочки. Палочки различают лишь светлое и темное излучение. Они нечувствительны к цвету. В сумерках наши глаза в основном полагаются на них. Колбочки отвечают за восприятие цвета. Преимущественно у людей три типа колбочек – зеленые, синие и красные. Поэтому зрение и называется трихоматическим. Большинство людей различает три основных оттенка, а также их комбинации. У мартышек и некоторых обезьян такой же тип зрения. Однако у большинства наземных млекопитающих, включая кошек, лошадей, оленей и собак – дихроматическое зрение. Колбочки в сетчатке их глаз чувствительны только к двум цветам – зеленому и синему. Те люди, что получают информацию только от зеленых и синих колбочек, считаются дальтониками. Они не видят разницы, скажем, между оттенками зеленого и красного. В этом они похожи на наземных млекопитающих. Несомненно, олени становятся чаще добычей тигров, чем люди. Но они видят тигров не оранжевыми, а зелеными. Обнаружить зеленых тигров было бы не так просто. А значит, еды для тигров будет достаточно. Но все же эволюция решила сделать их оранжевыми, так как этот цвет проще воспроизвести. Единственное млекопитающее зеленого цвета – ленивец. Но его шерсть зеленая не от природы, а из-за растущих в ней водорослей. Они умеют задерживать дыхание на 40 минут. Помните? В определенные периоды года вода у полюсов может быть очень холодной. В ней живет много рыбы. Однако с наступлением холодов ей приходится уплывать, чтобы выжить. Но есть особая группа рыб, родом из Южного океана у Антарктиды. Температура там колеблется от минус 2 до 4 градусов. Технически это ниже точки замерзания. Но растворенные в морской воде соли не позволяют ей застыть. Эти рыбы выживают благодаря одной своей особенности – гликопротеину. Выполняя роль природного антифриза, он позволяет рыбам не покидать свой дом. Это белок, который не дает кристаллам льда формироваться в крови рыб и способствует ее нормальному потоку. Вы когда-нибудь задумывались, как дышат крошечные животные, вроде муравьев? Попробуйте раскрыть рот и глотку, при этом не двигая грудной клеткой и диафрагмой. Диафрагма – это мышечная структура в организмах млекопитающих, отделяющая грудную клетку от брюшной полости. Она расширяется, когда вы дышите. Если вы так сделаете, то не сможете задержать дыхание, так как кислород все равно попадет в ваши легкие. Как минимум то его количество, которого требует ваш организм. Но в целом, когда вы дышите, диафрагма активно качает воздух в ваших легких. Чтобы выжить без такого движения диафрагмы, вам понадобилась бы не одна глотка и намного более маленькое тело. У муравьев 9-10 пар отверстий по обеим сторонам тельца. Это дыхальца. И каждая из них соединена с рядом разветвленных трубочек. Такая система напоминает легкие человека. Кислород из трубочек по телу муравья разносит не кровь, его распространяют сами трубочки. Концы этих веточек касаются клеточных мембран. Такая система работает только у очень маленьких животных. Если тело больше 2 см, то трубочки не смогут достаточно быстро распространить кислород. Есть несколько причин того, почему шеи жирафов могут достигать 2 метров в длину. На первый взгляд, длинные шеи их обеспечила эволюция, чтобы те могли дотянуться до самых сладких листьев на верхушках деревьев. Эксклюзивный доступ, о котором другие звери могут только мечтать. Жирафам не приходится бороться за лакомые кусочки. Но со временем исследователи выяснили, что это не единственная причина. Похоже, шея жирафов играет важную роль во время поединков самцов. Они используют их точно так же, как самцы антилоп или оленей используют свои рога. Чем толще шея, тем больше у жирафа шансов выиграть поединок. Некоторые насекомые притворяются мертвыми, когда рядом есть хищник. Например, в ходе одного исследования ученые наблюдали за личинкой муравьиного льва. Она притворялась мертвой 61 минуту. Как это вообще помогает? Скажем, вы в саду, где растет несколько одинаковых кустов с ягодами. Вы идете к первому кусту и начинаете собирать и есть ягоды. Ммм, вкуснятина. Это легко. И вы довольно быстро справляетесь. Но по мере того, как на кусте заканчиваются ягоды, найти их становится все сложнее. Плюс на поиски уходит больше времени, чем в начале. И вам нужно решить, остаться и поискать еще или переключиться на другой куст, чтобы процесс снова стал легким и быстрым. Если вы хищник, а хищники довольно жадные, вы будете искать способы съесть как можно больше ягод в кратчайшие сроки. Это значит, что вы переместитесь и начнете собирать ягоды с другого куста, а потом со следующего и так далее. Что касается птиц и личинок муравьиного льва, ученые руководствуются той же логикой. Оказывается, притворяясь мертвыми, насекомые тратят время хищника. А это значительно влияет на дальнейшее развитие событий. Таким образом, они заставляют хищника поискать еду где-то еще, ведь у него не так много времени. Так что притвориться мертвым – неплохой способ остаться в живых. В зависимости от вида птиц, их птенцы проводят от 10 до 30 дней в яйцах. Внутри яиц нет воздуха, но матушка природа создала идеальный механизм, позволяющий им дышать. Когда цыпленок развивается в яйце, его кишечник образует полую мешкообразную структуру. Она похожа на мешочек, соединяющийся со второй мембраной, который окружает цыпленка и желток. Один ее конец крепится к цыпленку, а другой находится ближе к внутренней поверхности скорлупы. Эта мембрана выполняет функцию легочной ткани и соединяет внешний мир с кровеносной системой цыпленка. У большинства животных два глаза, но некоторым видам нужно больше. Например, у некоторых рептилий, амфибий и рыб на макушке есть третий глаз. Не то чтобы это сильно улучшает их зрение, но помогает ориентироваться по солнцу и регулировать температуру тела. У многих беспозвоночных тоже больше двух глаз. Большинство пауков имеет вообще восемь. Это позволяет им легче обнаружить жертву. Зубы белок не прекращают расти на протяжении всей жизни. Животные стачивают их, когда грызут орехи и другую пищу. Передние зубы грызунов имеют рыжеватый оттенок, потому что покрыты специальной прочной эмалью. Некоторые виды птиц едят острый перец, так как нечувствительны к жгучести. Перец обжигает рот, потому что в нем содержится особое химическое вещество – капсаицин. Но у птиц нет вкусовых рецепторов, способных его почувствовать. Рог носорога состоит из волос, точнее, из того же белка, что и наши волосы и ногти. Он называется кератин. Рог этого животного уникален, так как у рогов других представителей фауны есть костный центр. Дятел совершает клювом 20 ударов в секунду. Темп настолько быстрый, что человеческий глаз его не воспринимает. Каждый день птица совершает от 8 тысяч до 12 тысяч ударов. У морской звезды есть глаза. Они расположены на кончиках лучей или рук и представляют собой группы светочувствительных клеток. Лягушкам не обязательно пить воду. На животе и бедрах этих существ расположены специальные участки, где вода впитывается прямо через кожу. А что, удобно. У большинства видов гусениц тело состоит из 4 тысяч мышц. Около 250 из них находятся в голове. Многощетинковый червь выглядит завораживающе, но мы обычно видим только две елочки. Ведь две трети тела червя спрятаны в известковой трубке. Знаменитые бивни нарвала – это на самом деле зубы, которые просто расположены снаружи. У этих морских единорогов всего два зуба. И у самцов один из них растет прямо из верхней губы. В отличие от зубов человека, бивень крепкий внутри и чувствительный и мягкий снаружи. У муравьеда нет зубов, зато есть очень длинный язык. Он помогает животному поедать более 35 тысяч термитов и муравьев каждый день и тем самым утолять голод. Блоха может прыгнуть на расстояние в 20 раз превышающую длину ее тела. Если бы человек обладал такими способностями, большинство из нас смогли бы допрыгнуть до верхушки небоскреба Empire State Building. Ю-ху! Детеныши красноглазой квакши могут вылупиться раньше, если почувствуют, что окружающая среда становится небезопасной. Мелкие животные с быстрым метаболизмом видят мир будто в режиме замедленной съемки. Это помогает им спасаться от более крупных существ. Отпечатки пальцев коал очень похожи на человеческие. Иногда на месте преступления их даже путают с отпечатками людей. Наверное, где-то в Австралии. У бегемота розовый пот. Точнее, это не совсем пот, а скорее красноватая маслянистая жидкость. Она нужна не для того, чтобы охлаждать тело, а для увлажнения и защиты кожи. Жидкость также действует как антибиотик. Если вы вдруг обгорите на солнце или порежетесь, можете обмазаться потом бегемота. Шкура белых медведей черная, а шерсть почти прозрачная. Она растет даже на подушечках лап, обеспечивая хорошее сцепление со льдом и защищая от холода. Некоторые виды тарантулов, одних из самых крупных пауков в мире, могут жить без пищи более двух лет. Круто, но все равно они жуткие. Утконосые закрывают глаза, когда целуются. Вернее, когда плавают. У них есть специальные складки кожи, которые закрывают уши и глаза и препятствуют попаданию воды. Ноздри этих животных также водонепроницаемы. Эму не умеют пятиться, и ученые не знают, с чем это связано. Это единственные птицы, у которых есть икроножные мышцы. Эму очень быстро бегают и путешествуют на большие расстояния. А вот пятиться не могут. Крокодилы не умеют двигать языком, потому что он крепится к челюсти и тем самым защищает дыхательные пути животного. Водяные змеи, дельфины, киты, аллигаторы, крокодилы и черепахи могут утонуть, если им придется слишком долго оставаться под водой. Эти животные не дышат в воде, а просто на долгое время задерживают дыхание. Только один вид птиц умеют летать задом наперед. Калибри. Эй, эта птичка стала бы хорошим учителем для эму. За секунду калибри может взмахнуть крыльями до 80 раз. Несмотря на свой внешний вид, слоновьи землеройки имеют больше общего со слонами, чем с землеройками. Не зря у них такие хоботообразные носы. Слоновьи землеройки используют их, чтобы добывать насекомых. Кошки, как и все представители кошачьих, не чувствуют сладкий вкус. У них просто нет необходимых для этого вкусовых рецепторов. Не повезло. Хорошо, что я не кот. Фламинго могут есть, только перевернув голову снизу вверх, почти касаясь макушкой дна. Вот почему нижняя часть их клюва массивная, а верхняя подвижная. Такое строение идеально подходит для их особенностей. Шкура тигра такая же полосатая, как и мех. На этом факты о тиграх заканчиваются. Когда туканы спят, они сворачиваются в плотный клубок. Птицы поворачивают голову так, чтобы хвост ее закрывал, а клюв лежал на спине. Получается почти идеальный шарик. У страуса одни из самых больших глаз в животном мире. Они крупнее, чем мозг птицы и достигают размеров бильярдного шара. Все рыбы-клоуны рождаются самцами, но в зависимости от обстоятельств могут превращаться в самок. Такое изменение необратимо. В отличие от большинства рыб, морские коньки образуют пару на всю оставшуюся жизнь. Что еще интереснее, путешествуя, они движутся бок о бок и зачастую держатся за хвосты друг друга. Термиты никогда не спят, сон им не нужен. Зато есть они могут 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. На переваривание пищи у ленивца уходит до двух недель. Хорошо, что он никуда не торопится. Отпечатки носа собак могут служить своего рода удостоверением личности. Они уникальны прямо как отпечатки пальцев человека. У сов нет глазных яблок. Вместо этого у них есть глазные трубки, которые не двигаются в глазницах. У пингвинов нет видимых ушных раковин, но слух у них все равно исключительный. Особенно, когда они высматривают белых медведей. Медузы на 98% состоят из воды. Вот почему, когда их выбрасывают на берег, они могут испариться всего за несколько часов. Если под водой образуется пробка, аллигатор всегда уступит дорогу ламантину. Вот это я понимаю хорошие манеры. У медведей-гризли такой мощный укус, что они запросто могут раскусить шар для боулинга. Так что лучше им поддаться. Во время игры в боулинг. Большие панды не очень привередливы, когда дело касается выбора места для сна. Обычно они засыпают где попало. В большинстве случаев прямо на земле или дереве. Новорожденные детеныши большой панды весят, как небольшая чашка кофе, а по размеру меньше мыши. Рыбы-брахианихты умеют ходить по дну океана с помощью рук. Но, конечно, это не совсем руки, а эволюционировавшие плавники. Кошки обычно не мяукают друг другу. Исследование показало, что они используют такой способ общения в основном с людьми, чтобы привлекать наше внимание. И, надо сказать, метод работает. Ленивцы не умеют дрожать. Нет, дело не в том, что они заняты перевариванием еды двухнедельной давности. Иногда их мех покрыт водорослями. И когда им становится слишком жарко или слишком холодно, обмен веществ просто выключается. При необходимости бессмертные медузы могут молодеть. Как только эти существа достигают стадии, когда представляют собой лишь сгусток ткани, они снова начинают расти. И этот процесс, по-видимому, может повторяться бесконечно. Ближайшими ныне живущими родственниками тираннозавра являются куры и страусы. Не поворачивайтесь к ним спиной. У мурены есть дополнительный набор челюстей, который появляется из горла. Сначала основные челюсти смыкаются на несчастной жертве, а затем дополнительный набор захватывает добычу острыми, как бритва зубами. После этого пойманное животное втягивается в горло мурены. Кажется, у меня пропал аппетит. Некоторые виды улиток обладают мохнатыми раковинами. Благодаря волоскам улитки лучше прилипают к влажным поверхностям. Когда горбатые киты охотятся, они часто собираются в группы и создают сети из пузырьков для ловли рыбы. Эти пузырьки не дают рыбам ускользнуть. Снежные барсы, в отличие от других крупных кошек, не умеют громко реветь. Это связано с тем, что их голосовые связки развиты не так хорошо. Зато они умеют мяукать, рычать, шипеть и даже урчать. Чтобы ни одного сородича не унесло течением во сне, морские выдры держатся друг за друга лапками. С той же целью они иногда закутываются в гигантские водоросли. На самом деле львы – цари саваны, а не джунглей, как принято считать. В 90% случаев в львиных прайдах охотятся самки. Самцы же отвечают за защиту территорий и членов прайда. Кошки славятся своей суперспособностью двигать ушами. А все потому, что в каждом наружном ухе у них расположено под 32 мышцы. Некоторые виды акул могут светиться в темноте. К сожалению, видеть это зеленоватое мерцание способны лишь другие акулы. У человека есть до 8 тысяч вкусовых рецепторов, а у собаки чуть больше полутора тысяч. Голубая сойка умеет подражать другим птицам. Чаще всего она повторяет крик ястреба, чтобы прогнать со своей территории других птиц. Толстые лори – не только милые, но и невероятно коварные. Это единственные известные нам ядовитые приматы. Специальная железа, выделяющая токсин, находится на внутренней стороне передних лап. Яд лори опасен и для человека. Канго они владеют удивительной тактикой уклонения. Убегая от преследователя, они двигаются зигзагообразно. Афалийно называют друг друга по имени, а точнее издают определенные звуки. Привет, Боб! Привет, Чарли! Привет, Доли! Привет, ребята! У жирафов длинные черные языки. Ученые предполагают, что темный цвет защищает орган от солнечных ожогов. На этом все! Увидимся! Опять мимо! Какая глупая трата времени бегать со свернутой газетой, пытаясь поймать муху, которая жужжит у вас над головой. Почему она не боится вас и не улетает? И почему она такая быстрая? На самом деле, для своих размеров мухи развивают вполне обычную скорость. Это вы слишком медлительны. Крошечный мозг мухи реагирует на то, что видит, в несколько раз быстрее, чем человеческий. Одна секунда для мухи – это пять или шесть секунд для вас. Когда муха на вас смотрит, вы выглядите так, словно медленно бредете по дну бассейна. Что если выпустить воздушный шарик из окна своего дома и наблюдать, как он опускается на землю? Именно так для мухи падают обычные вещи – медленно и долго. Так что скорость ее реакции – как у ниндзя. А еще у мух особенные глаза. Они разделены на тысячи рецепторов, которые улавливают весь свет вокруг одновременно. Мы используем мелкие мышцы, чтобы поворачивать глаза и голову для того, чтобы смотреть в разных направлениях. У мух нет таких мышц, и они им не нужны. Они могут видеть практически во всех направлениях сразу. Независимо от того, с какой стороны вы подкрадываетесь, наверняка муха уже давно вас заметила. Вы, наверное, видели в кино, как сверхзвуковые самолеты вращаются на варп-скорости. Муха тоже так умеет, но у нее гораздо более крутые крылья. Она может менять направление в полете, останавливаться и уклоняться от любых препятствий. Она даже может рассчитывать стратегию полета перед взлетом. Ну, на этот раз вы действительно собираетесь прихлопнуть эту муху. Когда вы поднимаете свернутую бумагу, мозг насекомого тут же вычисляет место удара. Муха немедленно принимает идеальное положение и готова выполнить маневр уклонения. Если ваша рука движется перед насекомым, его лапки немедленно совершают наклон назад, чтобы помочь ему улететь в другом направлении. Ух ты! Из этой мухи вышел бы отличный боксер. Или футбольный вратарь. Так почему же эта наглая муха все еще кружится вокруг вас, несмотря на то, что вы уже давно пытаетесь ее прихлопнуть? Ну, потому что ваше тело – это шикарный пятизвездочный отель, а ваша кожа – это шведский стол с рядами вкусных угощений. За день ваша кожа выделяет пот, белки, углеводы, соль, сахар и другие химические вещества, от которых мухи просто без ума. Представьте, что идете по пустыне, вы голодны и хотите пить. Вы подходите к высокой песчаной дюне и вдруг видите кучу еды. Столы с фруктами, конфетами, бутербродами и самым большим в мире фонтаном с колой. Охранник выглядит большим, крепким и… круглым? Да это же гигантская медленная черепаха! Теперь вы понимаете, почему муха летает вокруг. Вы и есть та черепаха! У вас действительно есть шанс поймать эту муху, но это все равно сойдет ей слаб в восьми случаях из десяти. Допустим, на вашем кухонном столе сидит муха. И вот что надо делать. Вам нужно прицелиться на несколько сантиметров дальше того места, куда, как вы думаете, она полетит. Мозг мухи будет думать, что вы целитесь прямо в нее, так что вы действительно можете перехитрить муху и застать ее врасплох. В чем же проблема? Просто очень трудно предвидеть маршрут побега мухи. Итак, вы слишком медлительны. А как насчет того, чтобы вызвать подкрепление? Встречайте жука-скакуна! Его скорость 2,5 метра в секунду. Он не может летать, но это даже не имеет значения. Этот жук бежит так быстро, что теряет способность видеть во время движения. Он ставит цель и затем бежит к ней. Он не ниндзя, как муха, и не может изменить направление в середине спринта. Ему нужно останавливаться перед каждым забегом. Вы ходите со скоростью около полутора метров в секунду, так что жук передвигается примерно в два раза быстрее вас. Но для своих размеров он невероятно быстро. Он пробегает 125 длин своего тела за секунду. Допустим, ваш рост 180 сантиметров. Вам придется пробежать 225 метров за секунду. Пока он находится на той же поверхности, что и эта надоедливая муха, у нее нет ни единого шанса. Или, быть может, пришло время вызвать воздушную поддержку? Стрекоза. Самое быстрое летающее насекомое в мире. Это маленькое существо может развивать скорость до 55 километров в час. Это быстрее, чем нестись на велосипеде вниз по крутому склону. Крылья стрекозы позволяют ей также летать назад, вправо, влево, вверх и вниз, как вертолету. И тут же, неважно, как быстро может летать муха, скорее всего, игра для нее будет окончена. Мухи, стрекозы и жуки-скакуны быстрые, потому что они просто не хотят проводить слишком много времени на открытом воздухе. Вокруг полно голодных врагов. Но есть одно насекомое, которое быстро бегает, потому что если оно остановится... Ой. Чтобы увидеть шустрого серебряного муравья, нам придется отправиться в пустыню Сахара. Песок там такой горячий, что на нем можно готовить яичницу. Все в песке. Вот почему серебристый муравей движется со скоростью полметра в секунду. Он просто не хочет обжечь себе лапки. Он также имеет треугольную форму волосков, которая отражает тепло и помогает муравью избежать палящего солнца. Если бы этот муравей был размером с человека, он мог бы бегать со скоростью 600 км в час. Быстрее, чем самый быстрый автомобиль в мире. Есть еще один муравей, который устанавливает рекорды скорости. Муравей Дракула. Не может бегать так же быстро, как серебряный муравей, но у него самый быстрый рот в мире. За какую-то секунду он может открывать и закрывать челюсти 5000 раз. Как насчет еще одного шустрого и на этот раз куда более домашнего существа? Американский таракан может прятаться в стенах, за печкой, где угодно. Его практически невозможно поймать, ведь он может двигаться со скоростью полтора метра в секунду. Это из-за шести его лапок, каждый из которых имеет три колена. Его ножки покрыты мелкими волосками, которые чувствуют любое изменение в воздухе. Вот почему он так быстро реагирует, когда вы входите в кухню и включаете свет. А титул самого быстрого существа на суше принадлежит насекомому размерам с кунжутная семечка. Это разновидность клеща, и он может передвигаться со скоростью 322 длины своего тела в секунду. Если бы клещ сделался размером с человеку, он мог бы передвигаться почти в два раза быстрее скорости звука. Он может даже менять направление движения. Все это делает его самым быстрым и неуловимым существом на планете. Но давайте найдем существ, которые действительно заставляют нас чувствовать себя хорошо. Вот, например, садовая улитка. Она принадлежит к семейству моллюсков и любит приятно проводить время. Если бы мы двигались со скоростью улитки, то за два часа делали бы где-то по два шага. Но улиткам все равно. Они существуют уже сотни миллионов лет. Улитки используют свою раковину для защиты, но у них имеются и другие приспособления. Некоторые улитки издают неприятный запах, чтобы к ним никто не приближался. Если становится слишком жарко и сухо, улитки прячутся в своих раковинах и запечатывают себя, используя прохладную слизь, которую они сами же вырабатывают. Эта слизь также помогает им взбираться на деревья. Ленивцы – самые медленные млекопитающие на планете. Благодаря замедленному метаболизму они могут переваривать пищу до 16 дней. Поймать их не составляет никакого труда, но их медлительность на самом деле им неплохо помогает. Знаете, как в кино говорят? «Стойте! Не делайте резких движений!» Ну, ленивцам это точно не грозит. Другие животные просто не замечают их там, среди листьев. Ламантины – одни из самых медлительных морских существ. Но они не слишком беспокоятся, когда к ним кто-то приближается, за исключением людей на моторных лодках. Они огромные и у них толстая-притолстая кожа. Они похожи на морской контейнер, но гораздо симпатичнее. Еще один неторопливый пловец – гренландская полярная акула. Она плавает со скоростью около километров в час. Как и ламантина, эта акула большая и весьма внушительная. Вряд ли кто-то захочет бросить ей вызов. Но все эти обстоятельства способствовали тому, что у нее появился необычный лайфхак для перекуса. Гренландская акула обычно куда медлительнее, чем любая другая рыба. Единственный шанс, который она может использовать, это дождаться, когда рыбы засыпают, чтобы ими перекусить. Самое примечательное, что спокойный образ жизни акулы на самом деле значительно продлевает ей жизнь. Средняя продолжительность жизни гренландских акул составляет 300-500 лет. Они живут в Северной Атлантике и Северном Ледовитом Океане. Представьте себе, что вы находитесь в круизе и встречаете одного из этих медлительных гигантов. Он может быть на 400 лет старше вас. Тсс, бегите! Скорее, там небезопасно! Где-то рядом притаился соблезубый тигр, так что осторожнее. Что вы делаете? Неужели хотите на него взглянуть? Как это возможно, спросите вы? А почему нет? Ведь вы находитесь в виртуальной реальности. Эти опасные большие кошки жили во время последнего ледникового периода. Но что, если бы они вдруг снова возникли буквально неоткуда? Тук-тук! Пришел соблезубый кот и принес вам печенье. Целоконтообразные, массивные на вид рыбы. Происходят из рода, который существует уже более 300 миллионов лет. Считалось, что их больше не существует до 1938 года, когда была найдена живая особь. С тех пор они плавают по водам восточного побережья Африки и водам Сулавеси, Индонезии. Вряд ли вы бы хотели с ними встретиться. Их челюсть имеет внутричерепной сустав, а значит их рот открывается очень сильно. Это нужно для того, чтобы есть крупную добычу. А еще они огромные. Представьте себе рыбу длиной и весом со среднего человека. Считалось, что такахи, нелетающая птица, исчезла в 1898 году. Они очень милые, маленькие, разноцветные и не выше нашего колена. Представьте, что идете в поход в горы Мерчисон. Оглядываетесь и замечаете птицу, которую считали вымершей. Вот же они, счастливые и живые. Целая колония такахи была найдена всего через 50 лет после того, как вид был объявлен вымершим. Хорошая работа, птички! Поющая собака. Слышали когда-нибудь о такой? Все собаки иногда поют, когда им скучно или хочется есть. Но новогвинейские поющие собаки – настоящие исполнители. Их тоже недавно нашли в дикой природе впервые за 50 лет. Оказалось, что они не вымерли. О них смогли позаботиться жители Новой Гвинеи. Но в дикой природе очень редко и их трудно увидеть. Смотрите, вон одна из них. Новогвинейских поющих собак так называют из-за их знаменитого пения. А иногда они поют вместе. Что-то вроде собачьего хора, где они все воют. Недалеко от этого места живут летучие мыши. Эти не такие, как все. У них огромные уши. Это новогвинейские ушастые летучие мыши. Отлично подмечено. Этот вид был обнаружен снова, когда одна особь угодила в расставленную ловушку. Видимо, эти мыши просто играли с нами в прятки, потому что до 1890 года считалось, что они полностью исчезли. Однако они все еще находятся под угрозой вымирания из-за потери среды обитания. Представьте, что вы нашли окаменелость вымершего вида. А через два года их обнаруживается целая группа. Именно это и произошло в 1977 году с болеарской жабой-повитухой. У нее примечательная, очень изменчивая краска, а в остальном это просто маленькая жаба с круглыми глазами. Группа жаб была найдена недалеко от того места, где находилась ископаемая. На острове Майорка. Их осталось не так уж много. Около 500. И Международный союз охраны природы объявил, что этот вид находится под угрозой исчезновения. Всем нравятся черепахи. Но вы точно удивитесь, когда взглянете на эту огромную красоту. Это гигантская фернандинская черепаха. Их не видели с 1906 года. Но 17 февраля 2019 года появилась возможность взглянуть на одно из этих прекрасных созданий. Вероятно, сейчас она где-то там, со своими товарищами. Но они неохотно показываются на глаза. Мы знаем об их существовании благодаря следам и запахам. Еще одно интересное существо – рогатая сумчатая квакша. Они живут в Эквадоре, в лесу Чокко. Их так называют из-за рожек прямо над глазами. Помните сумку кенгуру для вынашивания потомства? У самки рогатой сумчатой квакши тоже есть сумка. Вот только находится она на спине, так что это, можно сказать, скорее даже рюкзак. Там они вынашивают эмбрионов, и когда те готовы выйти, они вылупляются, как полноценные младенцы. В отличие от обычных лягушек, которые рождаются как головастики. Еще одна жаба – жаба звездной ночи, или панамский орлекин. Она черная и покрыта белыми пятнами. Вид считали вымершим 30 лет, а в 2019 году его обнаружили. Представьте себе больших охранников водных объектов. Посмотрите на эту огромную жабу. Что ж, народ Архуако считает их стражами воды. Для этих жаб у местных есть свое название – гуна. Звучит как какой-то сыр. Когда ученые снова нашли их, они наткнулись на 30 маленьких особей, а изначально ожидали увидеть только одну. Какой приятный сюрприз. Вот тигр, хотя он не совсем похож на типичного тигра. Вообще-то это сумчатый волк, который считался вымершим с 1936 года. Но затем вдруг снова появился в дикой природе 5 лет назад, в 2016 году. Он и правда больше похож на собаку или лису, чем на тигра. Взгляните на его морду. А может быть, это помесь и того, и другого. Затем начали появляться и другие. Если вам кажется, что вы видите одного из них, но вы не уверены, посмотрите, нет ли у них на спине полосок. Они существуют, но технически все еще считаются вымершими. Представьте себе миниатюрную лошадь, которая выглядит как лошадь хоббитов. Крошечная, с великолепным мехом и очень покладистая. Она маленькая, но это не пони. Это Каспийская лошадь. Вид был открыт Луизой Лейлин, которая вышла замуж за аристократа в 1957 году. При переезде в Тегеран, Иран, ей не понравилось поведение местных лошадей. Поэтому она взяла с собой за компанию несколько человек и отправилась в Каспийские горы, где встретила несколько прекрасных крошечных лошадок. Следующее существо – апоссум, которого нашли в неожиданном месте. Угадайте, где. У вас есть три варианта. На горнолыжном курорте, в австралийской глубинке или в чьей-то квартире ванной. Что выберете? У вас есть три секунды. Правильный ответ – горнолыжный курорт. Этот вид апоссума называется горный кускус, и родом он из Австралии. До сих пор существуют три разные популяции, но считалось, что они вымерли в 1966 году. Их насчитывается менее ста, поэтому они находятся под угрозой исчезновения. Ночной попугай тоже родом из Австралии. Эти птицы очень красивые и загадочные, и живут в отдаленных районах. Можно пересчитать по пальцам руки. Сколько раз этих птиц видели с тех пор, как они были найдены снова в 1979 году? Вот насколько они редкие. Вы когда-нибудь видели карликового долгопята? Только в 2008 году были пойманы трое из них. Ученые больше не хотят их терять, поэтому они подарили им крошечные ошейники. Теперь они смогут прожить жизнь так же счастливо, как и прежде, и мы будем знать, что они находятся в безопасности. И последнее существо на сегодня – это австралийский дриакоцелус. Он выглядит как большой черный жук с огромными ногами. История вымирания вида печальна. В 1920 году грузовое судно застряло на острове Лордхау, и на его борту оказались крысы. Они сбежали с корабля на сушу. Несмотря на то, что дриакоцелусы крупнее большинства насекомых, они куда меньше крыс, так что у них не было ни единого шанса. Но в 2004 году этих насекомых вновь обнаружили. Пара австралийских ученых путешествовала по острову и наткнулась на 24 особи дриакоцелуса. Все они жили под одним единственным кустом. Да, раз там хватает места для всех, значит, куст не маленький, а уютный. В любом случае, куда лучше быть особенным, чем вымершим. Согласны? Несмотря на свою хладнокровную природу, крокодилы и аллигаторы являются одними из самых заботливых и нежных родителей в животном мире. Да, это чистая правда. Самки этих пугающих животных откладывают от 10 до 60 яиц, а затем закапывают их в прибрежных гнездах. Они строят гнезда из растений, которые отрывают зубами и соединяют между собой задними лапами. И затем они терпеливо ждут до трех месяцев, защищая малышей от любой опасности. И хотя крокодилы сами по себе очень сильные и пугающие животные, они не стесняются нанимать специальных нянек для защиты своих гнезд. Водяных овдоток. На первый взгляд сделка выглядит рискованной, но птицы заключили с крокодилами беспроигрышный союз. Они откладывают свои яйца рядом и вместе отпугивают крупных рептилий, таких как нильские вараны и других хищников. Крокодилы обладают превосходным слухом. Птичьи крики предупреждают мать обо всех незваных гостях, и она выбегает из воды, чтобы защитить своих детенышей. Ну и заодно птичьи гнезда. При рождении детеныши крокодилов бывают размером с большой банан, и им требуются годы, чтобы достичь зрелости. От 4 до 15 лет, в зависимости от вида. В некоторых случаях самка крокодила помогает своим детенышам вылупиться, кладя яйца в рот и перекатывая их. Детеныши крокодилов, как правило, остаются рядом с мамой в течение первых лет жизни. Этот период может варьироваться от 1 года до 3 лет. Мать помогает детенышам выкапываться из гнезда и несет их к воде в своей пасти. Самка крокодила может поместить у себя до 15 детенышей одновременно, и инстинкты не дают ей сомкнуть челюсти. Таким образом, только что вылупившиеся детеныши чувствуют себя в безопасности, как в колыбели, с зубами. Несмотря на то, что крокодилы учат своих детей охотиться и обеспечивают им защиту от хищников, только 1% детенышей доживает до зрелого возраста. Виной тому бывают как хищники, так и погодные условия. Печальная новость для любого родителя. Но крокодилы, в конце концов, хладнокровные рептилии. Единственная причина, по которой они плачут, скорее физиологическая, чем эмоциональная. Когда крокодилы проводят слишком много времени на суше, их глаза становятся такими сухими, что они плачут, чтобы их увлажнить. Если детенышу крокодилу удается вырасти, он получает шанс прожить очень долгую жизнь. Как и некоторые другие рептилии, черепахи, киты, крокодилы стареют незначительно. Или, проще говоря, не стареют. Это значит, что они с годами становятся только больше и злее. Единственное, чего они могут бояться, это болезни и нападение других хищников. Средняя продолжительность жизни крокодилов колеблется от 50 до 70 лет. Но некоторые из них могут прожить и больше 100. Так что теоретически где-нибудь глубоко, в тропиках, наверняка можно повстречать и 500-летнего крокодила, такого же огромного, как самолет. Но шансы выжить и рассказать об этой встрече будут невелики, потому что аппетит крокодила растет вместе с его телом. Мистер Фреши, скончавшийся в возрасте 140 лет, был самым старым из всех известных крокодилов, живших в неволе. Он был пойман в реке Мурхет в 1970 году и обитал в австралийском зоопарке. Мистера Фреши назвали в честь его вида пресноводного на английском freshwater – крокодила. Эта порода никогда не причиняла людям никакого вреда. В возрасте 10 лет крокодилы вырастают до 3 метров и становятся достаточно зрелыми, чтобы обзаводиться собственным потомством. Брачный танец включает в себя несколько шагов. Самцы издают особый низкочастотный звук, который люди просто не способны воспринимать. Но для самок это звучит как приглашение стать матерью и продолжить традицию нежного воспитания. Конечно, крокодилы не единственные животные, которые демонстрируют удивительно высокие семейные ценности. Белые медведи, например, уделяют время тому, чтобы научить своих детенышей всем необходимым навыкам выживания в холодном климате. Пока малыши еще находятся в утробе матери, медведи сооружают своеобразную пещеру, зарываясь в глубокие сугробы. Это пространство служит домом для будущих детенышей. Первые месяцы своей жизни они проводят, получая молоко и тепло от матери. Белые медведи обычно рожают в период с ноября по январь и не выпускают детенышей до весны. Шерсть новорожденных очень тонкая, и они еще не готовы к серьезным простудным заболеваниям. Как только детеныши выходят из берлоги, медведица-мать начинает учить их правилам выживания. Малыши подражают каждому ее движению, учатся плавать, охотиться, строить логово и кочевать. Мать будет защищать своих детенышей от хищников и более крупных белых медведей и прятать от любой угрозы. После нескольких лет совместной жизни малыши узнают все, что им нужно знать, и покинут ее. Но они все равно будут узнавать мать на протяжении всей своей жизни, которая длится до 30 лет. Еще один пример заботливого материнства можно найти у наших близких родственников – приматов. Гориллы, шимпанзе и бонобо – двоюродные братья шимпанзе. Обнимают и целуют своих новорожденных точно так же, как это делают люди. Во время кормления малышей у самок приматов выделяются особые гормоны, связанные с чувством материнства. В вопросах сроков грудного вскармливания орангутанги являются чемпионами. Этот процесс у них может длиться до 8 лет. В дикой природе матери орангутанги выкармливают своих отпрысков до 7 лет. Это дольше, чем у любых других приматов. В этот период матери учат своих младенцев самостоятельно находить пищу и строить спальные гнезда. Связь между самками орангутангов и их матерями сильнее, чем у самцов. Дочери могут продолжать жить с матерями до тех пор, пока не достигнут детородного возраста, что происходит где-то к 15 или 16 годам. Как и у людей, у обезьян тоже могут быть проблемы с матерью, которые влияют на их социальную жизнь. Материнская поддержка помогает молодым приматам добиться доминирования и успеха в спаривании, когда они вырастают. С другой стороны, обезьяны, которые не получали достаточной заботы и ухода в детстве, как правило, имеют меньше детей, когда достигают зрелого возраста. Самцы африканских слонов не борются за доминирование, потому что все важные вопросы решаются с самками. И за каждым слоненком в стаде все ухаживают одинаково. Молодая мать-слониха получает помощь от своих сестер и старших теток во время родов и воспитания своего детеныша. Вот почему слоны считаются одними из самых заботливых родителей на планете. Самки слонов с детьми, как правило, находятся в самом центре стада. Самые маленькие члены группы помещаются в круг, где они надежно защищены от хищников. А пожилые слоны регулируют скорость перемещения стада, чтобы маленькие слонята не уставали и не отставали. Самки в социальной группе общаются с детенышами с помощью ласковых жестов и учат их находить пищу. Кстати, молодые самки очень привязаны к своим матерям и, как правило, остаются вместе с ними до тех пор, пока мать не умирает от старости. А средняя продолжительность жизни слонов составляет около 65 лет или даже больше. Матери вынашивают детенышей два года. Неудивительно, что они так друг к другу привязаны. У самок жирафа в период беременности тоже достаточно продолжительный – 15 месяцев. Но это оправдано, потому что детеныш жирафа встает на ноги почти сразу же после рождения. Мать нянчит детенышей примерно от 9 до 12 месяцев. Когда ей нужно пойти за едой, она обычно прячет детей или просит других жирафов за ними присмотреть. Как и людям, мамам жирафов нужно постоянно бодрствовать. Они могут позволить себе спать от 30 минут до пары часов в день. И даже это время они делят на очень короткие промежутки – примерно по 5-10 минут. Оставшееся время мама жираф посвящает охране и защите детей. Самки императорских пингвинов тоже не боятся трудностей. После откладывания яйца самка оставляет его на попечение самца, который защищает его от любой угрозы. Тем временем мать совершает долгое путешествие длиной до 80 километров, чтобы добраться до берега океана и наловить немного рыбы. Когда рыбалка заканчивается, она возвращается назад, чтобы скормить рыбу своим только что вылупившимся детенышем. Самка пингвина согревает детенышей теплом собственного тела, оставляя таким образом молодняк в безопасности. В самом сердце Азии есть озеро, в котором содержится 1,5 всей жидкой пресной воды в мире. Это больше, чем у всех этих великих озер вместе взятых. Даже если бы все реки на нашей планете вдруг изменили свое направление и отправились осушать это озеро, им потребовался бы целый год, чтобы закончить работу. Я говорю о самом глубоком озере в мире – Байкале. Если вы решите спуститься к его самой глубокой точке, приготовьтесь к тому, что вам придется преодолеть полторы тысячи метров. Спуск занимает несколько часов, но рифтовое дно озера гораздо глубже – от 8 до 11 километров под поверхностью. Это означает, что оно может находиться даже дальше, чем глубина Челленджера, которая является самым глубоким известным местом на Земле. Количество воды в нем хватит всем жителям Земли, чтобы пить на протяжении 50 лет. Это могучее озеро-гигант полностью обновляет свои воды каждые 383 года. В Байкал впадает более 300 рек и ручьев. И только одна река из него вытекает – ангара, которая направляется прямо в Северный Ледовитый океан. Байкал не только самое глубокое, но и самое древнее пресноводное озеро в мире. Оно образовалось не менее 25 миллионов лет назад. Все началось с того, что земная кора решила сыграть в Тетрис и создала озеро и окружающие его горы. Когда-то Байкал, должно быть, был всего лишь скромным руслом, но затем толчки и разломы сотрясли Землю, и расстояние между берегами увеличилось. Уровень воды поднялся благодаря таянию ледников. Тогда образовалось несколько озер, которые впоследствии слились в одно. Байкал – одно из 20 озер в мире, возраст которых превышает 1 миллион лет. И поскольку его не потревожили ледниковые периоды, это идеальное место для исследований ученых. Его донные отложения могут многое рассказать о климате нашей планеты в разные периоды. Поскольку Байкал находится в рифтовой впадине, где в год происходит 2000 сейсмических толчков, озеро углубляется и продолжает увеличиваться в размерах. Его берега удаляются друг от друга примерно с той же скоростью, с какой удаляются друг от друга Южная Америка и Африка. Так что у него есть все шансы стать океаном. Еще одна общая черта Байкала с океанами – вода в нем богата кислородом даже на самых малых глубинах. Это одна из причин, почему фауна озера так невероятно богата. Здесь обитает более 2500 различных животных и тысячи видов растений. Около половины из них уникальны и встречаются только в этой местности. Например, эндемичные водоросли – байкальский омуль и байкальская голомянка. На его берегах также обитают медведи, лоси и рыси. Они должны ценить тот факт, что температура воздуха вокруг озера всегда выше, чем в остальной Сибири, благодаря его огромной водной массе. Большинство обитателей Байкала предпочитают держаться на дне озера. Но есть один смельчак, с которым вы обязательно познакомитесь, если решите посетить этот регион. Знакомьтесь, это байкальская нерпа. Это единственный в мире настоящий пресноводный тюлень. У нерпы такие милые глаза, что она чуть не стала исполнительницей роли «Кота в сапогах в Шреке». Нерпа в сапогах. По-моему, это здорово. Огромные глаза помогают нерпам следить под водой за своими любимыми голомянками. Есть и другие виды тюлений, которые могут жить в пресной воде или использовать ее для размножения. Но эти милашки проводят в ней всю свою жизнь. Но подождите. Как тюлени, которые, по идее, должны быть океаническими существами, оказались в озере за многие и многие километры от моря. Около 400 тысяч лет назад, в эпоху Плистоцена, эти отважные существа путешествовали по речным и дренажным системам, соединявшим Байкал с Северным Ледовитым океаном. Считается, что кольчатая нерпа, которая до сих пор обитает в Арктике, является ближайшим предком байкальской нерпы. Сегодня байкальские нерпы ограничены своим пресноводным домом из-за изменений в водных путях. И, похоже, они вполне довольны этим обстоятельством, поскольку могут выбирать из огромного количества разнообразной пищи. Тюлени в основном обитают в северной и центральной частях озера. Но зимой перебираются на юг. Озеро покрывается льдом, который они используют в качестве зоны отдыха, как их океанские сородичи используют скалы или пляж. По крайней мере, с 1969 года на озере Байкал то тут, то там появляются загадочные ледяные кольца. В какой-то момент они стали настолько большими, что астронавты даже заметили их из космоса. Обычно кольца появляются в конце апреля, но могут быть и в январе или мае. Ученые долгое время не могли разгадать, как образуются эти кольца. У них были самые разные теории, и самая популярная из них касалась пузырьков газа метана из глубин озера. Но потом ученые заметили, что некоторые кольца находятся на мелководье, где выбросы газа не происходят. Тогда международная команда ученых решила разгадать эту загадку. Они отправились на Байкал, просверлили отверстие во льду и опустили в воду датчики. В 2016, когда они начали исследование, им стало известно, что в загадочных ледяных кольцах застряли два фургона. Когда они проанализировали данные из датчиков, выяснилось, что секрет колец заключается в теплых водоворотах, циркулирующих по часовой стрелке под ледяным покровом. В центре вихри течения были менее интенсивными, поэтому лед над ними был толще, чем по краям. Воды озера настолько прозрачны, что вы можете видеть некоторые очень глубокие участки на глубине более 39 метров. Это происходит благодаря окружающим горам, которые сбрасывают тающий лед прямо внутрь. Планктон, обитающий в озере, также помогает очищать его от плавающего мусора. Когда кристально чистая вода замерзает, она образует необычайно толстый и прозрачный слой льда. Ветер любит играть в скульпторы и создает здесь уникальные произведения искусства. Он подхватывает замерзающую воду, образуя самые необычные узоры, замороженные пузыри и сосульки, каких вы еще не видели. Расположение и география озера, а также циклы таяния и повторного замерзания создают идеальные условия для этой ледяной мастерской. Вы даже можете увидеть камни, которые кажутся плавающими. Нижняя часть скалы примерзает к поверхности льда. Затем сильные ветры разрушают окружающую среду, оставляя для камня идеальный пьедестал. Если вам кажется, что плавающие камни выглядят шутковато, как насчет того, что у Байкала есть своя версия лахнецкого чудовища? У местного бурятского народа есть легенда о хозяине водном драконе, который живет в озере. В азиатской мифологии дракон считается самым могущественным существом, живущим на земле. Местные верят, что в четырех морях живут четыре дракона, каждая из которых отвечает за одну из сторон света. Байкал в этой истории – Северное море. Изображение этого дракона якобы запечатлено в древних петроглифах, на скалах Байкала. Там же находится мощная каменная плита, похожая на памятник, датируемый где-то между III и IX веком до н.э., на котором изображено таинственное водное чудовище. Представьте себе, какие истории может рассказать этот камень, повторяя шепот ушедшей эпохи и предлагая нам разгадать загадку байкальских скал. По легенде, местный воин преследовал дракона. В конце концов, он добрался до самого большого острова на Байкале – Альхона. Он был готов встретиться с драконом и победить его. Но чудовище превратилось в прекрасную девушку, и они поженились. Вот такой необычный поворот в классической истории – победить дракона и жениться на девушке. Итак, местные легенды описывают этого дракона как гигантского осетра с мордой аллигатора и бронированным телом. На самом деле, мифическое чудовище может оказаться одной из множества огромных рыб, обитающих в озере. Благодаря высокому содержанию кислорода в воде они могут позволить себе вырасти до нескольких метров в длину. Байкальский осетр может весить сотню килограммов, живет до 50-60 лет и никогда не перестает расти. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова